Продолжение следует... 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 Есть деньги, все. Нет, не советую. Живите в своей гостиночке. Не надо сейчас брать кредит. У вас плохой период. Вы будете сильно страдать от этого кредита. А сколько вам? Через 11 месяцев можете взять. Через сколько? Через 11. Может быть у вас даже будет возможность зарабатывать лучше. Я не знаю. Лучше будет ситуация связана с личной жизнью. Ну с жильем. Сейчас нельзя брать кредит. Неблагоприятно. Спасибо. У меня тоже было желание взять кредит. Один раз в жизни всего. И очень большой. Не для себя, а для добрых дел. Я поехал к одному предсказателю в Индии. Он мне рассказал про всю мою жизнь. Про будущее не стал рассказывать. Сказал. Ты приехал с вопросом, спрашивал. Я его спросил, брать или нет. Он мне сказал, если ты возьмешь, ты будешь сам несчастным человеком. Разоришься. Я бы удивился, потому что там хорошие условия предлагали, и все как бы складывалось отлично. Я не стал брать. А через две недели произошел сильный финансовый кризис. Это был, по-моему, 98-й год. А нет, это был 2000 какой-то. И резко поменялись деньги. И все, кто взяли кредит в это время, они все разорились. Так что иногда хорошо слушать старших в этих вопросах. Спасибо. Сзади вот, женщина. Да, 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 вот там. Спасибо большое. Я надеюсь. У меня такой вопрос. Первые роды закончились экстрементрозовые изучения. Напряжение матки, сильное напряжение. Матка напряжена. А с этой короткой подъема. Вот сейчас я первый раз беременна. Опять напряжена матка. Теплая ванна по вечерам, 25 минут в теплой воде, три раза в неделю ходить по 8 километров каждый день. Ну, можно через день. 8 километров будут расслаблять матку. Вот 8 километров вы идете, через 8 километров она будет расслабляться. Я думаю, на 2 дня это хватит. Потом опять 8 километров. И через день, вот когда идете, в этот день теплая ванна. В тот день, когда идете, теплая ванна. А вот еще врачи уговаривают на естественные роды. И как они улучшены? Ну, нормальный естественный род. Надо просто жить правильно и рожать нормально. Чего? Вы же не инвалид? Нет. Переживаю. А? Переживаю. Давайте я вам помогу. Я тоже переживаю. Вместе будем переживать. Вероятность. Мои хорошие, вы не поняли вчерашнюю лекцию. В этом мире нет вероятности. Понимаете? Есть правильное поведение и неправильное. Я вам сказал, что делать, и будет ноль вероятности. Понимаете? Вот вы это будете делать, и будет ноль вероятности, что будет какая-то проблема. А если не будете делать, тогда я ничего вам не гарантирую. Потому что есть напряжение, его надо убрать просто. И все. А статические упражнения? Вам нужно именно движение. Статические упражнения, ну, можете делать. Только это очень опасно. Много, долго. Вам можно сидеть в позе бабочки. Найдите что-то в позе бабочки. Где-то минут 15 в день. Можете каждый день сидеть, 15 минут в позе бабочек. Но это ключевым моментом для расслабления матки является ходьба для вас. А не хочется, да? А почему? Было поведение, что-то? Ой, ну, конечно, вы очень заняты. Лучше кесарево сечение. Спасибо большое. Мужчина. Рядом. Синий, синий. Мое мнение? Ну, как бы, я не хочу ругать врачей. Не хочу конфликтовать в этом плане. Мое мнение не очень хорошее. Потому что у меня есть опыт. Мой дядя погиб в зрелом возрасте. Того, что в детстве ему сделали прививку, он стал больным эпилепсией. Вот так вот, как у вас на лекции передо мной, сейчас помню, сидели две женщины. Они сделали обе прививки своим детям. И оба ребенка заболели раком крови. Там они разные совершенно. Я не хочу даже об этом рассуждать. Вот. Одна девушка, одна женщина. Вообще уникальный совершенно случай в моей жизни. Мне был обездвижен ребенок. Она пробовала меня его лечить. Ничего не получилось. И она в Индии нашла необычных врачей. Они 12 часов читали молитвы. Вот так под четырем сторонам света четыре человека сели над ребенком. В 12 часов читали молитвы и сказали, если не поможет, ему ничего не поможет. И он на следующий день начал пальцами двигаться сначала. И потом вообще он пошел, начал жить нормально. И в пять лет ему сделали прививку. И он сразу погиб. Ну, то есть есть разные дети. Есть дети здоровые более-менее. И прививки им не вредят. А есть болезненные, аллергичные дети. Плохо переносят пищу, лекарства различные. Вот этим детям прививки я бы не советовал делать. Но я своему ребенку прививки не делаю. И не жалею об этом. Зачем рисковать? Спорт в лотоке. Есть же другие способы бороться с инфекцией. Есть сосна, есть белый пель. То, что я вам говорю. Есть просто естественные природные факторы, которые не дают возможность инфекции развиться. То есть все. Надо ими пользоваться. Я ничего не могу вам по этому поводу сказать. Потому что, если вы последуете мои советы, и ребенок заболеет, я буду виноват. А если я вам скажу, делайте, и вы сделаете, и ребенок станет умственно отсталым, я тоже буду виноват. Я не знаю. Не знаю, что вам сказать на эту тему. Это как люди спрашивают, не делать операцию или нет. Не делать плохо и делать плохо. Ничего не посоветуешь. Тоже такой же вопрос, что ли. Вы вчера уже говорили, что бега, статические упражнения. А если он все время тянет в воду холодную, в воду холодную, как нахотическую замеску, вы знаете, до... Вы перегреваете. Перегрев, да? Угу. Пально. Спасибо. И вода в вашем случае очень хорошо. Да. Меня тоже тянет, я тоже перегреваю. Вот у меня прям чувствую, что я хорош в организме. Я тоже чувствую, такая прям крикливая. Даже не дала возможность мне спросить вас. Сама начала кричать. Это огонь излишний в организме, огонь. Нормально. Это нормально. Спасибо. Вода, прорубь, ванна прохладная. Я тоже, у меня тоже так же, как вы. Я тоже нетерпеливый. Люди мне что-то говорят. Даже не даю, возможно, договорить. Сразу начну что-то говорить сам. Нам с вами обоим надо прорубь. Спасибо. Спасибо вам. Будете сейчас. Давайте я вам тоже. Спасибо. Надо поставить цветочки, кто у нас помогает. Вазы, чтобы они долго стояли потом. Людей. Вот здесь вопрос. Вы помогаете, да, задать вопрос? Промоушен это называется. Сейчас. Мужчина вот здесь вот. Вот здесь вот. Руку поднимайте, кто знает, кого я спрашиваю. Да, да, да. Олег Геннадьевич, я благодарю вас за все, что я делаю для людей. В общем-то, так как это надо. Олег Геннадьевич начал духовно развиваться и взявить отношения с вами женщины и остальные рушьица. Из-за фанатизма, наверное, да, обычно так. Вы, наверное, начали ее долбать с духовной своей развитием. Ну, зачем? Зачем? Надо терпеть. Духовное развитие означает терпение к человеку. Вот представьте, сейчас я вас буду мучить. Допустим, если там увижу, вы курите там или еще что-то. Я такой... Вам понравятся лекции слушать у такого человека или нет? Ну, зачем тогда? Это вот и есть ваша девушка? Вот эта? Да. И вы ее замучили, она на лекции ходит, да? Что вам еще надо-то? Вон сидит такая хорошая девушка на лекции. Ну, что вам еще от нее надо? Ну, вот начали с ссоры, и я понял, что я не могу сдерживать себя. Ссоры, потому что она вот ждала-ждала вас, понимаете? Она ждала близкого человека в своей жизни. Дождалась. И теперь хочет счастья от вас, понимаете? Она сильно, она жаждет счастья от вас. Ну, а счастье, когда женщина хочет счастья, мужчина страдает от этого. Потому что счастье в этом мире эгоистическую природу имеет. И дайте ей ее счастье. Ну, дайте ей. Ну, вот что она хочет, делайте просто, и все. Пускай она будет счастливой, и все. Дайте ей возможность быть счастливой. Потому что вы мужчина. Она женщина. Она должна быть счастливой, а вы должны подвиги совершать для нее. Ну, с собой, в отношении к собой. Допустим, капризничает, уступите. И она будет вам так благодарна за это всю жизнь. Будет или нет, будете благодарны. Будет, видите, она говорит, будет. Все. Такая договоренность. А вы на своих принципах стоите все время. Женщина бесполезна. Понимаете, вы никогда не сможете ничего женщине доказать. Это просто невозможно. Или она сама вот по своей доброте, внутренней воле примет вас. Или ничего не сделаешь. Понимаете? Ну, вот никто никогда женщине ничего не доказал. Это просто невозможно. Женщина более упертая, чем мужчина. Во много раз упертая, чем мужчина. Это кажется, что они такие уступчивые, нежные. Это все внешне. А внутри женщина, она вообще просто не сдвигаемая. Мы об этом будем говорить сегодня. Ничего вы с ней не сделаете. Я вам помню, что у меня недостаточно сил и знаний, чтобы вести себя правильно. Я дистанцировался с ней вот до ваших летствий. Что ты не делаешь? И пока не надо еще отношения. А что вы дистанцировались? Что она вам сделала? По всей этой дороге не стали происходить. Так эта дорога не только потому, что вы не уступаете. И все. Начните ей уступать. Она женщина. Она слабая. Уступайте ей. Я так делаю со своей женой. Она что-то к ней вытворяет у меня. Я уступаю. Она мне говорит, ты самый лучший человек на свете. Она говорит, со мной никто бы не смог жить, кроме тебя. Она так говорит. Мне кажется, любая женщина так может сказать. Своему мужу. Если он правильно себя ведет. И женщина чувствует себя, как за каменной стеной, рядом с таким человеком. Понимаете? Но самое удивительное, если ты так делаешь, то постепенно она начинает понимать, как правильно. И уже ведет себя правильно. Она должна сама понять, как правильно. А вы мужчина, вы должны быть мудрым. Мудрым означает не обращать внимания. Там женщина что-то глупо сидела, не обращать внимания. Вы же ради высшей цели созданы, а не женщиной ругаться. Правда? Я еще ищу себя общей жизнью. И решу поступить на психолога. Скажи, пожалуйста, наверное, как вы ощущаете? Ну, хорошо, будьте психологом. Я, как вы знаете, я считаю, что есть мудрецы и есть глупцы. А психологов нет. То есть, если вы хотите быть мудрецом, работайте над собой, молитесь, изучайте, как правильно жизнь, имейте наставника, изучайте Священное Писание. И вы можете, допустим, быть мудрецом, люди будут спрашивать вас советы. Понимаете? Но есть люди, которые не работают над собой, не живут правильно, не изучают Священное Писание, а просто изучают всякие техники манипулирования сознанием людей. Понимаете? И называют себя психологами. Вообще, слово это переводится наука о душе. Психос — это душа, а олог означает ученый. Ну, то есть, наука о душе, психология. И поэтому наука о душе означает духовная жизнь. И если человек этим не занимается, то он не может человеку помочь просто в принципе, потому что помочь человеку можно только с помощью доброго сердца, реализованного внутреннего опыта. Когда ты сам побеждаешь свою судьбу, ты можешь также помочь и другим. Но если человек просто говорит о каких-то правилах, допустим, улыбаться, не улыбаться, смотреть, не смотреть, отворачиваться, поворачиваться, это всё просто глупость, это не работает. И вы всё это будете изучать. Вы будете изучать поведение людей, как вот вести себя в этой ситуации. И вы станете внешним человеком, который будет поведением заниматься всяким, где-то улыбаться, где-то не улыбаться, не понимая, что это всё не работает. Работает только сердце. Понимаете, если какой-то человек вам от сердца что-то сделает, скажет, и он сам это делал в жизни, ему помогло, вам тоже поможет. А вот эти все часто психологи, они заморачиваются вообще, какие-то глупости совершенно говорят и делают. Например, они не понимают, как устроен этот мир. И человек говорит, мне с женой плохо. Тот говорит, ну найди себе любовницу, и с женой будет легче, и с любовницей хорошо. Понимаете, они не понимают, как устроен этот мир и создают свои какие-то правила и законы часто, которые не работают по факту. Они придумывают что-то, понимаете, на этом начинают опираться. Говорят, что детские травмы всем причиной и виной. Детские травмы. Ну, есть детские травмы, да, но они идут опять же с прошлой жизни. Причём детские травмы. Человек просто жизни что-то набедокурил и поэтому страдает. Конечно, в детстве это будет подчёркиваться. Если судьба тяжёлая у человека, значит, это будет прежде всего видно в отношениях его родителей. То есть, если у родителей очень тяжело, это значит, ты уже с прошлой жизни так сильно обедокурил, что тебе Бог в этой жизни показывает, что у тебя тяжёлая судьба. Это значит, что родители будут ругаться между собой и так далее. Ты будешь страдать уже в детстве от семейной жизни, хотя сам ещё не живёшь этой жизнью. Это указано на твою тяжёлую судьбу в личной жизни. Всё. И это называется у психологов детская травма. И кто виноват в этой детской травме? Согласно этой философии, родители, конечно. Они же сделали детскую травму. И их надо прощать. Но сколько ты не прощай, если они виноваты, значит, они виноваты. А виноват-то ты сам. У тебя с прошлой жизни это всё тянется. И ты просто отрабатываешь свою карму. И если человек неправильно мыслит, у него неправильное мышление, как он сам себе может помочь? Он всё равно будет думать, что родители виноваты. Но я такой благородный, что им простил. Поэтому вы можете поступить на психолога, там диплом получить, чтобы иметь право с людьми общаться. Но по факту, если вы хотите помогать людям, то надо заниматься духовной практикой, иметь наставника и уметь видеть мир глазами священных писаний. Наставник как приходит? Сначала человек работает над собой, первая стадия. Потом он начинает понимать, что только в религиозной жизни человек по-настоящему развивается как Личность. Он видит, что есть много традиций духовных, ему все нравятся, или большинство из них. Он начинает изучать, делать молитвы, читать молитвы разных традиций, пробовать, ему всё нравится. Вторая стадия. Третья. Ему начинает нравиться какая-то одна. Он начинает там погружаться в неё. Дальше. На четвёртую у него появляются какие-то старшие. И они ему объясняют, как правильно жить. Он начинает изучать философию этой веры. На следующей стадии у него появляется даже не наставник, как старший брат, который ведёт его за собой. А когда появляется наставник, это когда человек становится настолько сильным, что он готов следовать слову старшего. Это очень сложно. Это надо быть очень разумным человеком. И в этот момент Бог даёт наставника сразу. Потому что всё, что мы можем переварить, Бог даёт нам сразу. Вот, допустим, если женщина может переварить мужа, она сразу получает мужа. Почему она не одна? Потому что она не может с мужчинами справиться. Поэтому одна. Как только она может, нет наказания, и она может правильно себя вести с мужчиной, и сразу Бог даёт мужа. Он никогда не ждёт. И наставник тоже приходит, когда человек достоин. Но настоящий наставник может быть у человека только если он выбрал себе уже веру. Потому что есть много наставников, так называемых, которых нет никакой веры. И у них у самих нет тоже наставников. Они просто всё сочиняют. Понимаете, если человек хочет быть наставником, у него тоже должен быть наставник. Иначе это просто сочинитель, понимаете? Он что-то придумывает сам. Настоящее знание проверяется веками, а не просто на опыте одного человека. Благодарю вас. Сзади вот девушка. Вот повернитесь назад, вот светлый волос. Спасибо, будьте счастливы. Спасибо большое. Ну ничего страшного. Не надо сейчас сильно переживать. Надо просто двигаться. У вас застой там в малом тазу, то есть застой, нарушение гормональных функций, аборт тоже повлиял. Но не так, что типа у вас вообще не будет детей. То есть надо просто начать выполнять мои рекомендации. Можно, если чувствуете, что боитесь, что не сможете сами, ну поставьте семена в уши. Это сильно тоже помогает. Но без вашего усилия, естественно, ничего не получится. Потому что даже семена, они действуют тогда, когда батарейки заряжены. Если организм не заряжен природой, даже семена ничего не сделают. Нужно все равно работать, ну как все равно, то, что я вчера говорил, надо делать. Да, да, конечно. Если вы так будете продолжать делать, через 8 месяцев, 9, у вас будет зачатие. Не только муж тоже занимается работой над собой? У него тоже есть проблемы, с семьей перегрето. Надо то, что я вчера говорил, для мужчин тоже ему делать. Это не так делается. То есть надо думать о Боге, служить Ему мыслями своими и говорить сердце. Это для этого человека, который вот так получилось у меня, для него. И таким образом постепенно в сердце придет успокоение. Это как объем работы. Вот сейчас вы почувствовали объем работы. Надо его отработать просто молитвой, слушать тех, кто молится, вместе с ними молиться, чтобы настраиваться на Бога. И у вас сердце будет спокойствие увеличиваться. Увеличиваешь потом раз и отпустит. Вот сейчас вы чувствуете объем работы. А потом вы не будете чувствовать. Придет время. Это называется покаяние. Покаяние – это не что, чтобы биться головой в стенку. Чем больше я бьюсь, тем больше меня прощает. Нет. Это покаяние означает аскеза, направленная на память о Боге. И во время этой аскезы проходит стадия определенная. Первая стадия вы уже прошли. Это осознание вины. Раньше вы не чувствовали вины, но так как вы начали работать над собой, вы осознали вину. Потом вторая стадия. Человек начинает понимать последствия того, что с ним может быть, если он это сделал. Потом дальше он начинает… Стадия следующего покоения – это очищение. То есть он очищается от этого поступка. И потом следующая стадия – победа. И он тогда, когда победил, он же никогда в жизни не будет это делать, потому что он знает, сколько надо пройти, какой путь, чтобы очиститься от этого. Легче вообще не делать, чем этот путь проходить. Будьте счастливы. Я уверен, что у вас все будет хорошо с ребенком. Съездите в святое место, еще вам это поможет. Там надо молиться об его ребенке, и Бог вам поможет. Уж когда есть какой-то поступок, Бог прощает. Ну вот сзади женщина. Восстановление чего? Кто? Я никогда не видел человека, у которого вы восстановились функции почек после гемодиализа. Я не знаю. Бывает всякое. Я могу вам рассказать одну историю, которую мне рассказал человек, непохожий на экстрасенс. То есть этот человек занимает высокое положение в обществе. Ситуация была такая. У его сына была опухоль почки, которая разрушила почку полностью. И он нашел одну женщину, которая молитвами восстановила почку. Я не знаю, как это произошло, но она вырастила ему почку. Не за секунду, но она молилась, молилась, и она... Опухоль была уничтожена молитвой, а почка восстановилась. Сделали снимок, и вот есть снимки. Одна снимок, почки нет, и там опухоль. А другой снимок, почка есть, и опухоли нет. Это один раз в жизни я с таким столкнулся. И человек, который дает себе отчет, мне это рассказал. Это не то, что какой-то фантазер или какой-то экстрасенс, а человек, который имеет высокое достаточное положение в обществе, серьезный лидер. Ну, как бы, я не знаю, вот я никогда не встречал такого, чтобы можно было решить эту проблему. Но вот такой случай я встречал. Молитва всегда это главное. В любом случае нужно делать то, что вот я бы рекомендовал. Движения, статические упражнения. Но как бы в вашем случае аккуратно очень, потому что у меня нет глубокого анализа, как это все работает при гемодиализе, понимаете? У меня нет такого опыта, поэтому я не могу вам ничего сказать. Есть терминальное состояние организма, это злокачественный опухоль четвертой степени, там, на гемоте... гемодиализм это терминальная стадия болезни почек. У каждого человека так. Есть опухоли злокачественные, есть, ну, зависимые гормонально люди. Это все, как бы, последняя стадия болезни. И на этой стадии лечение уже имеет свои законы, которые никто не может прогнозировать. То есть я, например, не могу сказать, как человеку на четвертой стадии опухоли заниматься спортом или здоровым образом жизни. То есть я могу только сказать то, что я видел в жизни, но это вас не касается, вот ваша болезнь. У меня был один знакомый, который пытался сам лечить рак. Но, во-первых, он не хотел долго соглашаться с тем, что у него злокачественная опухоль. Я ему поставил диагноз этот и просто при встрече сказал, что ему надо срочно обследоваться, потому что симптомы, которые он мне сказал, были похожи на злокачественную опухоль. Я потом ее почувствовал у него в организме. Я никогда не уверен в этих своих ощущениях, поэтому я ему сказал, что надо срочно обследоваться, и он обследовался, и там нашли просто печень, какие-то образования. Он посчитал, что это кисты, а я сказал, что это злокачественная опухоль. Я был настаивал на этом. Прошел год, он не лечился никак. Вот, кстати, он поехал лечиться очищение организма тела. Думал, что вот его, его как бы обманули. То есть, часто вот эти вот нетрадиционные медицины обманывают людей в этом плане. То есть, у него были кисты вот эти, как он считал, на самом деле была злокачественная опухоль. И он пошел лечиться, начал очищать организм, прочищая промывание кишечника, печени. А это безумие в этом случае. Неправильное мышление просто. И потерял время фактически. Потом у него пошли метастазы в организме. И он применил такую тактику, которую применял его отец. Он действительно, его отец вылечился от рака. Тактика такая была. Он длительно ходил, долго ходил. И совершал такой пост, совершенно такой страшный пост. То есть, он сутки насухо постился. Потом выходил из поста. Потом двое суток насухо постился. Двое суток выходил из поста. Потом трое суток насухо постился. Трое суток выходил из поста. Потом опять двое, два, один. И вот так все время он жил Вот такими этими циклами. И каждый день он длительно двигался. Через где-то полгода от такой практики у него рассосались все метастазы и остались опять в печени то, что было с самого начала. Он пришел ко мне и говорит, я хочу до пяти суток цикл довести. Я ему сказал, ни в коем случае этого делать нельзя, потому что ваш организм не справится, вы погибнете. Он не стал меня слушать, просто выслушал и ушел. На первом же цикле пятисуточном у него срыв произошел, организм не выдержал. Появились множественные метастазы по всему организму. Опухоль стала сильнее человека. И он через две недели погиб после этого. А так вылечивался фактически от этой болезни. Но я все равно даже этого не советую. Я советую, если есть злокачественная опухоль, надо просто ее удалить, а потом дальше длительное движение и пост на воде. Все. И это гарантия уже будет. Ну, соответственно, не помешают все эти обычные классические методы цитостатики. Вот все, кто таким путем идет, они все мои знакомые, они очень хорошо себя чувствуют. Сочетание традиционной медицины и здоровый образ жизни, лечение злокачественных опухолей дает колоссальный результат, очень хороший. Ну и, соответственно, все, у кого злокачественные опухоли, надо немедленно бросить курить и есть мясо. Иначе невозможно вылечить. Опухоль питается вот этим никотином и мясом. Питается злокачественным опухолем. Это ее пища. Ну, что касается гемодиализа, я не знаю, что вам сказать. Продолжайте жить, как живете, старайтесь здоровый образ жизни соблюдать, питание правильное. Самая лучшая пища на земле, которая меньше всего человеку портит жизнь, это зелень. Вот это я могу точно вам посоветовать. Если вы будете одну зелень есть, тушеную, свежую, то это будет колоссальной поддержкой для вашей судьбы. Колоссальная поддержка. А вот зелень тоже это белковая пища, чтоб вы знали. Это такой концентрированный белок. Любая зелень – это сильная белковая пища. Это не углеводы. Зелень не углеводы. Углеводы – это кабачки, патиссоны, тыква. Все плоды – это углеводы. А вот зелень – это не углеводы, это белки. Ну, попробуйте, начинайте аккуратненько. Попробуйте чуть-чуть, сделайте 10%, потом 20%. Наблюдайте за собой. Никаких резких движений. Хорошо? Спасибо. Можете попробовать семена поставить. У нас есть опыт сильного воздействия на нарушенные функции органов с помощью семян. Нет, конечно, не в такой степени, но вот при… Когда у человека вот начался сахарный диабет, допустим, и инсулин он еще не колет. Очень хорошие результаты у нас такими. Или какое-то сильное нарушение другой функции. Мы просто восстанавливаем функцию семенами, и человеку сразу легче становится, и все. А вот в таких случаях как? Ну, можно попробовать. Я не знаю. Какие мои хорошие. Это все равно, что, знаете, девушка хочет замуж выйти и ее спросить, а кто у тебя будет мужик? Она не знает. Это все подбирается индивидуально. У нас есть в распоряжении 3000 семян. Из них какие-то вам подойдут, для того, чтобы влиять непосредственно на функции пучек. Ладно, мои хорошие. Лекция, наверное, да? Пора. Вы вчера, кстати, не устали. Было столько информации всякой. Если вам это нужно, то, что вы вчера послушали, послушайте еще несколько раз, вы там все усвоите тогда. Ну, просто информативная лекция такая. Сегодня будет не такая лекция. Она сегодня будет на глубокое понимание. Я не буду вам много информации сегодня привыкать. Просто для закрепления вчерашней лекции послушаем песенку. Сначала человек наполняется энергией природы, а потом начинает побеждать свою судьбу. Так построена жизнь. Стадии определенные есть, понимаете? Вот первая стадия — это любовь к природе. Любовь. Любовь означает насыщение. Человек насыщается силой природы. Жизнерадостность означает насыщенный человек. Жизнерадостность. Насытился природой. Душевная непогода из жизни. Песня «Бессонница» «Я не хочу никаких бессонниц, почему я должен их принимать?» А почему Иисус Христос принял Свою судьбу, Свой крест? Почему Он принял? Мог бы и не принимать, жить остался бы. Зачем Он это всё принял? Сегодня мы будем говорить об этом. Оказывается, для того, чтобы победить Свою судьбу, существуют стадии определённые, победы. И для того, чтобы жить счастливо, тоже применимы эти стадии. И надо понять, что человек, если не принимает Свою судьбу, то он и не будет жить правильно. Мы сегодня с девушкой говорили, передо мной сидела, говорили о её семейной жизни, когда близкий человек уже решил уходить. Но она должна его всё равно молиться за него, спасать семью. Хотя у них тяжёлая ситуация в личной жизни. Там и детей нет много лет и всё прочее. И она всё равно должна спасать семью, для того, чтобы в будущем быть счастливой. Спасать, спасение начинается с принятия, потому что как можно вообще жить с человеком, который не хочет с тобой жить? Ну, не может бросить, потому что он совестливый. Как можно согласиться с этим? Принятие – это первая стадия побед над судьбой. Если человек что-то не принял, никогда невозможно победить. Например, ребёнок получил двойку, надо сначала не трогать его, принять это. Принять, что мой ребёнок получил двойку – это судьба, это нормально. Бывает и хуже, ребёнок жив, он не болеет, просто двойку получил. Надо это принять. А потом вы столько интересного узнаете про своего ребёнка, когда вы с ним сядете, уже приняв это. Потому что вторая стадия побед над судьбой – это влияние. То есть первое – принятие или успокоение. Второе – влияние. То есть вы, если не приняли ребёнка, вы не сможете с ним поговорить, и вам будет больно, обидно, что так поступил. И вы никогда не сможете понять, что произошло, собственно. Потому что когда человеку больно и обидно, разум не работает. А только разум может понять, что произошло. И так ребёнок получил двойку, вы помолились, потому что принять, чтобы нужны силы. Сначала человек наполняется природой, или добрыми людьми, или Богом. То есть наполняться надо всё равно чем-то. Если мы строим отношения с человеком, лучше человеком наполниться. Или Богом. Если мы строим отношения с своим организмом, надо природой наполняться по-любому. Люди здесь не помогут. Вот, допустим, вы болеете, нужна природа, она даст здоровье. Здоровье даёт природа. Ни таблетки, ни травы. Сами травы – это вторичный фактор после природы. Трава и пища тоже даёт природную энергию, но уже переработанную. Она слабее действует, чем просто солнце, земля, вода. Это самые сильные способы лечить человека. Травы, всякие таблетки, гербалаев – это уже вторичный фактор, менее сильный. Если ребёнок, допустим, получил двойку, надо помолиться Богу. От Бога придёт сила успокоения. Или пообщаться с добрыми людьми. От добрых людей может такая сила прийти. Добрый человек означает, что ты контактируешь с его хорошими качествами. Каждый человек может быть добрым, если ты по-доброму настроен на него. Поэтому очень важно учиться не критиковать людей, не злиться на них. Принимать, дружить, прощать, заботиться. Учиться видеть хорошее в людях. Видишь хорошее – значит настроено хорошее. Значит батарейки заряжаются твои. Если ты не можешь простить ребёнку, значит у тебя нет внутренней способности заряжать батарейки в отношениях с людьми. Значит ты твоему ребёнку также помочь никогда не сможешь. Хоть читай педагогику, хоть психологию, хоть что делай. Если ты его принять не можешь, ты никогда ему не поможешь. Потому что первая стадия помощи любому человеку – это принять. Вот допустим вы мне вопрос задаёте, я должен вас сначала принять. Что бы вы мне ни говорили. А если я не приму вас, то никогда помочь не смогу. Иногда бывает стуговато принять. Например, один человек пришёл ко мне на консультацию, говорит, Олег Геннадьевич, ну как бы, посмотрите какая у меня судьба. Есть ли у меня какие-то поступки страшные, которые я совершил в жизни. Я смотрю на него и говорю, вы знаете, по-моему, в прошлой жизни вы много людей убили. Такие вот поступки такие у вас страшные есть в вашей судьбе. Он посмотрел на меня, такой говорит, Олег Геннадьевич, я уже в этой жизни много людей убил. Я смотрю на него, у него такой взгляд, мне плохо стало. Я смотрю на его глаза и вижу, что как бы ему человека убить. Как мне упорить в консервную банку. Мне так это закружилась голова. А я и в глазах туман, кружится голова. Ну я думаю, надо помогать же человеку, он к тебе пришёл. Я принял его. Сказал, ну ладно, вот Бог мне привёл этого человека. Потом я узнал, что этот человек уже много лет раскаивается, молится. И побеждает судьбу вот эту. Он встал на путь покаяния. И поэтому всех его дружков посадили, а его Бог не показал органам средственным. И он остался на свободе, потому что он сам себя посадил. Он кается просто и живёт в аскезе. Вот так я много интересного узнал, что люди даже такие могут выправляться и изменяться, и развиваться. Это был уникальный опыт для меня. Потому что дурной поступок, он, человек оттянет вниз своей силой. Тремя способами. Первый способ, у него меняется восприятие мира. Девочка, допустим, была чистая, действенная. И её заманили в компанию плохую. И там групповым сексом она позанималась. После этого у неё поменяется восприятие мира. Она будет думать, что это нормально так жить. Второе. Сила, которая тянет человека вниз, это привычка. Ему хочется ещё раз так уже делать потом после этого. А третья сила, которая его тянет вниз, это наказание. Наказание будет тоже рубить человека и заставлять его в пропасть идти. И вы садитесь с этим ребёнком, уже простили ему, и узнаёте много интересного. Первое, что вы узнаёте, что, оказывается, у него нет возможности учиться. У него плохой период идёт астрологический. Ну, плохо, просто, там, слово астрология, допустим, вам не нравится. Плохой период в жизни идёт, и он не сможет сейчас учиться. И если вы будете его заставлять, он попадёт в психушку просто. Потому что у него нет сил. Он не может. Такое бывает иногда. У меня есть пример. Второе, что можете узнать, может быть, учительница очень плохо себя вела с ним, и он просто не может учить этот предмет, потому что ему тяжело, из-за того, что он вспоминает эту учительницу. А может быть, это вообще не его предмет, и он никогда его не сможет в жизни изучать, и ему это в жизни также не понадобится. Может быть, не надо сильно усилия большие туда прилагать, к этому предмету, потому что у него есть другие способности. Человека надо раскрывать там, где он раскрывается. Иначе мы потеряем время. Если мы будем много-много времени тратить туда, где человек не раскрывается, то мы цветочек не раскроем. Цветочек только в одном направлении всегда. Если он растет, если он литературу любит, значит, туда надо силы вкладывать. Все остальное будет расширяться в его сознании, как гора. Если мы сыпем, склоны тоже становятся шире. И в остальных предметах тоже он будет подтягиваться, если он будет развитым, главным. И мы можем узнать, что вот то, что я думал про ребенка, это всего лишь, может быть, 10%, что он там нашалил, не захотел учиться. А может быть, он скажет, что мама, я что-то дома не могу учиться. И оказывается, причина в том, что мы, я по телефону лялякаю, а муж хочет, смотрит хоккей. Мы балдеем по вечерам дома, а ребенка заставляем трудиться. А это невозможно, потому что ребенок, у него сила воли опирается на родителей. У него нет своей силы воли. У него разум не развит. У него есть правильное восприятие мира, но способности изменить себя нет. Болевые функции у ребенка зависят от родителей. И если вы сами неправильно себя ведете дома, расслаблено, то как он будет правильно себя вести? Это невозможно. Видите, очень много можно узнать, если ты простил ребенку его двойку. Потому что люди в целом не такие плохие, как кажутся. Если простил жене, простила мужу, то очень много хорошего можно узнать о человеке после того, как ты простил. Есть совершенно потрясающие вещи, которые до нам недоступны. Это тайны. Чаще всего мы обвиняем тех, кто больше всего для нас в жизни делает. Вот, например, правитель страны. Это человек, который фактически спасает страну от войны. Каждую секунду жизни. А мы только и делаем, что ищем недостатки в этом человеке. Что он сделал не так. Это то же самое, допустим, нас кто-то кормит. Человек готовит и кормит. Не дай Бог ему пересолить. Вот он готовил несколько часов, да? И ты потом кушаешь. И чуть-чуть что-то не так. И все, он плохой человек, хотя он столько сил в тебя вложил. Или врач, он лечил, лечил тебя, сделал ошибку небольшую. И ты, он враг народа для тебя теперь на всю жизнь. Или мама, которая тебя выращивала всю жизнь, да? И что-то не досмотрела. И потом она всю жизнь, плохая мама. А то, что хорошего она для тебя сделала, ты уже не помнишь. Видите, часто тот человек, который для нас очень много делает, он же подвергается нашим нападкам. Часто такое происходит в жизни у нас. Так? И это означает злой урок. Потому что если человек не уважает старших, он становится проклятым. Скажете, вот проклятие с глаз, там, и ищем, где с глаз, где с порча. Да вот она, порча. Если ты не уважаешь старших за то, что они для тебя сделали, ну, значит, тогда не будешь получать благо отношений с властями. Значит, у тебя будет все плохо в жизни. Некоторые думают, Олег Геннадьевич, сколько вам заплатили, чтобы вы говорили о власти? Да нисколько мне не заплатили. Я вам говорю то, что надо. То, что помогает в жизни. Или мать, отец, допустим. Вот смотрите, допустим, вы не уважаете мать. Энергия любви в ваше сердце не придет. Вы, допустим, думаете, почему я не могу любиться? Почему меня не любят? Почему у меня в жизни нет любви? А потому что энергия любви идет через мать. Если ты мать не любишь, она тебе в сердце не зайдет. Потому что путь любви в сердце человека идет через мать. Все это знают. Ты закрыл дорогу любви просто. Ты прикрыл возможности. Все, значит, нет любви у тебя в жизни. А если ты не уважаешь отца, тогда у тебя не будет отношения уважения со старшими. В социуме ты не будешь развиваться к личности. Потому что путь к уважению к людям идет через отца. Видите, мы много чего не знаем. Но все эти вещи означают принятие. Потому что ты живешь рядом с отцом, с матерью. Ведь много событий всяких происходит. Через них действует твоя судьба. И судьба это тяжелая штука. Она больно делает. Когда приходит боль, человек не может принять ему плохо. Но надо иметь знания. Допустим, большинство людей думают, родители мне испортили жизнь. Вам никто не портил жизнь. То, что они с вами сделали, это ваша судьба. Это так положено было для вас с самого рождения. А вот если они старались, чтобы вы не получили свою судьбу, хоть и сильно к этому шло все, но они старались и спасли вас от чего-то, то это не судьба, это их милость. Видите, то есть родители ничего плохого сделать не могут вообще нам. Или это действует судьба, или они нам делают хорошее, или не справляются с плохим. Не справились, это наша проблема, это наша судьба. Таким образом, родителей не в чем принять. Точно так же, как и правители. Одного очень серьезного мудреца спросили, почему у нас такой правитель? Он говорит, как вы думаете, вот если вы грешные, что вам Бог должен дать хорошего правителя? За что? Он ответил, что есть баланс, весы. С одной стороны правитель, а с другой стороны подданные. Вот какие подданные, такой будет правитель. Это весы всегда в балансе находятся у равновесия. Что заслужили, то получили. Так зачем тогда злиться? Ведь злоба она проклинает. Вот представьте, допустим, на вас 100 человек разозлится. Вы сможете нормально жить? А если разозлится 100 миллионов человек, что тогда? Как человек сможет жить нормально? Чувствуете, нет? Размышления. То есть кто такие удачливые люди? Удачливые люди это те, которые могут принять судьбу. То есть они принимают всё, что их окружает. Старших, младших, равных. Природу. О чём мы вчера говорили. У нас экология плохая здесь, в Красноярске. Почему плохая? Красивая река очень. Холмы, красивый лес. Шикарная природа просто. А то, что вы в городе живёте, это ваша судьба такая. Вы так заслужили просто. Люди очень мягкие, добрые. Здесь в Красноярске. Ну, я же езжу везде, знаю, какие разные люди бывают. Здесь очень деликатные люди, мягкие, добрые. Так ведь? А? Как? Где недобры, не буду говорить. Ну, есть такие места. Не хочу, потому что меня везде смотрят, слушают. Не хочу. Потом мне пишут, Олег Геннадьевич, вы не знаете наших людей. И это факт. Ну, бывает так. Люди разные везде, понимаете? Но здесь люди добрые. Добрые, порядочные, культурные такие. АПЛОДИСМЕНТЫ Сердечные люди, сердечные, глубокие. Вот, хороший город очень. Надо любить всё, что тебя окружает. Иначе счастья не будет. Итак, вот где нет принятия, посмотрите. Допустим, нет принятия в отношениях с правительством. Значит, вы не будете повышать своё положение в обществе. У вас будет низкое положение в обществе, потому что там плохая судьба. Не любите правительство. Вчера женщина одна мне рассказывала, что у мужа разрушился бизнес. Я говорю, сразу, потому что она не уважает старших. Она говорит, точно. А сейчас ещё после этого ещё больше стало не уважать. Значит, ещё больше будет разрушаться. Понимаете, кого вы не любите, там плохая судьба. Всё, и это надо принимать. Не любите папу, там плохая судьба. Не любите маму, там плохая судьба. Не любите жену, там плохая судьба. Не любите соседскую собачку, там плохая судьба. Значит, через то, что не любите, и получите себе укус. Так значит, надо принять. И тогда вы избавляетесь от этой проблемы. По крайней мере, агрессии уже не будет с этой стороны. Примите начальство своё. Да, может быть, начальник греховный, там какой-то. Плохо себя ведёт. Ну, вы примите, это ваша судьба. И потом он ничего с вами плохого уже не сможет сделать. Он будет нейтрализован вашей внутренней силой. И это значит, что вы удачливый человек. Что такое удача? Это труд. Надо просто ей Бог подсказывать. Некоторые люди меня спрашивают, как увидеть опасность в своей жизни. Вот я сейчас вам рассказываю, как увидеть опасность. Просто посмотрите в своё сердце. И там, где у вас есть неприязнь к кому-то, там и опасность. Вот с этой стороны ваша плохая судьба идёт. И имейте мужество принять. Молиться принять означает... Вот смотрите, если говорить языком энергии, вот просто механики, да, действия судьбы, энергии судьбы, то если что-то не нравится, плохо, больно, неприятно, всё это означает нехватка энергии. Какой энергии? Энергии счастья, чистоты в отношениях с этим. То есть там скопилась плохая энергия просто. Ну то есть и вам нужна хорошая для того, чтобы это переварить. Хорошая энергия откуда идёт? От добрых людей, от Бога и от природы. Есть три источника энергии, которые Бог даёт человеку в жизни для пополнения своего заряда судьбы. Это Бог сам или храм, где человек молится. С помощью этой энергии человек побеждает то, что непреодолимо. Непреодолимая болезнь, побеждает тюрьму, не может сжениться, выйти замуж. То есть это препятствие, не может квартиру себе купить. Препятствие в жизни сильное. Бог убирает препятствия. Теперь, следующий вид энергии Бога – это люди, добрые люди. Скажете, Олег Геннадьевич, нету вокруг добрых людей. Это не то, что их нет. Просто вы не любите людей. Если бы вы любили людей, было бы куча добрых людей вокруг. Нет, неправильно настроена антенна просто в жизни. Неправильное восприятие людей. Что делают добрые люди? Добрые люди дают возможность быть сильным в социуме. Вот эта энергия, когда женщина, допустим, не может выйти замуж. Что это значит? Это значит буквально, что у неё не хватает сил определённым образом любить людей. Что это за любовь такая? Это забота, ласка, внимание по отношению к людям. Это энергия, сила женской психики. Забота, ласка, внимание. Оно даёт женщине особый вид красоты внутренней. Красота означает сила. Красота – это сила, которая заставляет мужчин взять замуж. Причём заставляет сразу много. Много сразу человек говорят, хочу тебя взять замуж. Ни один, ни два, много сразу. Это означает сила. И она уже выбирает вот этот такой, этот сякой. В чём не лучше? Высокий некрасивый или низкий красивый? Успешный дурак или разумный неуспешный? Там не будет всё сразу прямо супер-пупер. Нужно выбирать. Вот и она выбирает, как ей легче, что она подходит ей, чем она лучше справится. Если есть сила. А сила берётся от людей. Вот если она заботится обо всех, тогда она копит эту силу для замужества. А если сидит и мечтает дома одна, как её психологи научили, визуализируй, мужа сидит. Сидит и визуализируй. Какой же я хочу, блин, тебя не пойму. Такой раз, визуализировал, вот такого, что на белом коне принца. Какая визуализировала всё, сидит и пыжится, визуализирует. Согласно ведическому знанию, в этом случае, если она мечтать начинает о ком-то, то она просто пользуется тем, что в жизни ей положено. Но пользуется неправильно на тонком плане. То есть она проживает то, что она должна была прожить в реальной жизни. То есть она мечты означает, что ты живёшь тоже. Это жизнь. Но какая жизнь? Искусственная. Ты вместо естественной жизни живёшь искусственную жизнь. И чем больше ты искусственной жизни живёшь, тем больше мечтаешь, тем меньше будь естественной. То есть ты промечтала всю жизнь и всё. Ты всё пела, это делаю. Ну теперь вот попляши на холоде. Понимаете, то есть нужно не мечтать, а идти. И заботиться о людях. Люди будут отдавать тебе благодарностью в сердце за твою заботу. И эта благодарность будет заходить внутрь. И твоя батарейка силы женской, возможности выйти замуж, будет копиться. То же самое, если у тебя, допустим, низкое положение в обществе, ты не можешь вот фирму свою поднять. Хорошо, учись уважать старших. Учись понимать, что те, кто стоят у власти, они поставлены Богом. Это Бог всем здесь в этом мире управляет через людей. Это Его руки, щупальца. Он всем руководит здесь. И Он выбрал почему-то этих людей. Вот и надо научиться понимать, почему. Это называется уважение. Если человек уважает старших, то что происходит в результате? Он подсоединяется к этой энергии власти. И сам занимает какое-то положение в обществе уже. Достаточно высокое. Как это происходит технически? Люди старшие начинают видеть, что человек очень хорошо относится. Он верный, хороший человек, надежный. Надо его продвигать. Потому что таких людей мало, на которых можно опереться. Ведь опасно кому-то что-то доверять. И они продвигают, видят, вот человек уважает старших. Они продвигают этого человека. Человек меняет свое положение в обществе. От уважения к старшим. Уважение к старшим возможно, если ты им служишь. Служить старшим означает уважать. Означает делать добрые дела какие-то для города. Пришел в администрацию, сказал, хочу делать добрые дела. Им надо старшим, потому что они отчеты пишут о добрых делах своих. Не ваших, а свои. Это нормально. Какая разница? Бог знает, кто что сделал. И вы делаете добрые дела. И все думают, о, какой хороший человек. Потом, когда ему на стол бумага, что вашу фирму надо там, она плохо себя ведет, надо там разорить. Посадить. А это вы, добрый человек вот этот как раз. Нет, 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 нам этот человек нужен. Он у нас в районе делает много добрых дел. Отстаньте от него, не надо его проверять. Он хороший человек. Защита. Старший приходит защита. Или вы, ой, что-то со мной все плохо. Не волнуйся, делай свои добрые дела. Мы все наладим. Знаете, это Бог так действует. Не то, что вам повезло, у вас друг хороший появился. Нет, так Бог действует. Через старших. А если вы принимаете своего ребенка и по-доброму относитесь к нему, то тогда Бог вам даст счастье хорошего сына или хорошей дочери. Но для этого надо принять человека. Вот какой он есть. Сначала счастья нет никакого. Вернее, есть, когда он еще совсем маленький. Он какает, писает, орет. Вот тогда просто за то, что родители заботятся о ребенке, Бог дает счастье в сердце. Они чувствуют такое счастье от этого ребенка. Потому что кто-то что хочет для него делать в это время. Потом он подрастает уже не так много счастья уже. Страдания уже начинаются. Потому что он уже такое оживает, и у него судьба начинает действовать. Ну, где бы на бедокурить уже? Осознанно. Девочка капризничает, ходит, все время, все, что-то не так. Мальчик ищет ее на бедокурить. Это действие судьбы. Шалит. Я в самолете летел, там, напротив меня. Мама с мальчиком маленьким. Это полтора года. И он так ее задолбал. Он хочет, постоянно хотел вылезти по салону, проползти. Таким мощным шагом проползти по салону. И она уже не выдержала, уж за ноги его держит. Потом подняла за ноги, короче. Он лежит все равно. Она его за ноги держит. Судьба действует. Смешно. Но она вспотела прям, ей не смешно было. Но если принять ребенка, вот его судьбу, принять, то в нем включается разум. Вот ребенка принять, ты принимаешь его, как он есть, сразу же он начинает соображать. У него включается совесть после принятия разума, включается. И следующая стадия воздействия, это добрая речь называется, добрые слова. Добрые слова включают совесть и разум автоматически. Доброе означает непритязательное. То есть если вы хотите близкому человеку помочь, знайте, что отношения с близким человеком намного ранимее, чем вам кажется. Ну то есть можно смело умножать на 10, и вот настолько они более ранимые, чем мы понимаем. Отношения с близким человеком означают. Говорить ему правду можно в 10 раз меньше только. То есть если вы хотите ему что-то сказать, то скажите в 10 раз меньше, чем хотите. Я иногда своей жене вообще иносказательно что-то говорю. Потому что если скажу прямо, то все будет жесть. Очень ранимые отношения между близкими людьми. Вот вам я могу что-то больше говорить, потому что мы не близкие люди. Но если были близкие, я так уже не смог бы сделать. А? А я не обманываю. Я говорю правду. А? Кто врет? Принять надо. Принять надо. И сразу у меня совесть включится тут же. Когда человек врет, тонкая причина – это страх. Он врет, потому что страшно. Женщина же страшное существо. И замучивает потом до последнего. И тоже иногда как бы жена что-то спрашивает, и мне очень трудно правду сказать. Я говорю, ты штаны запачкал опять? Я говорю, нет. Потом начинаю с ней общаться. Говорю, как ты считаешь, что важнее – штаны или я? Штаны – это просто тряпка. Я – человек, причем близкий для тебя человек. И, может быть, если ты меня будешь часто ругать, у меня будет инфаркт. Вот так с ней говорю. Она говорит, ну, конечно, ты для меня важнее. Я говорю, вот, спасибо тебе. Ну, штаны я запачкал, если честно. Она такая, ну, расстраивается, конечно, уже не так. Потому что муж же важнее, чем штаны. Идет процесс отношений, общения. Женой опасно вообще связываться. Страшное дело. Она же эмоционально воздействует очень глубоко. Вот так устроено, что женщина, она мужу, психику прямо очень глубоко в сердце, когда она говорит, эмоции проникают. И от нее никак не защитишься. Вот она если… Ты что? Штаны опять запачкал? Так, да, да, да. Что? У меня там мысли как бы о спасении всего человечества. И в это время нечаянно запачкал штаны. А-а-а-а, штаны. Я говорю, ва-а-а-а-а-а. Думаю. Какая несправедливость. Я думал о человечестве, а на штанах. Какое мелкое мышление. Нет, так нельзя. Нужно очень аккуратно, по-доброму принять. Вот судьба навалилась на тебя и опять мучает тебя через жену. А через кого мучить еще? Уже никого нет вокруг. У меня жена подходит и говорит, ты знаешь, у нас есть проблемы в семье, как обычно. Я говорю, знаешь, кто в этом виноват? Я говорю, знаю. Она говорит, кто? Я говорю, я. Правильно. А почему ты так решил? Я говорю, а потому что больше никого же нет вокруг. Мы с тобой вдвоем живем. Судьба действует только через жену. Все. Значит, я виноват. По-любому. Просто я с ней живу, уже виноват. Все. И она смеется. Почему? Потому что, когда ты принимаешь судьбу, все становится гораздо легче. Понимаете? Надо просто принять это положение. Ты виноват в чем-то в жизни. Ты много набедокурил когда-то. И близкий человек, он пришел к тебе в жизнь, чтобы тебя наказывать. Надо просто это принять. Чтобы тебя наказывают, потому что так хочет Бог. Это называется Богопослушный человек. Вот ты готов, что тебя будут наказывать близкий человек? Готов. Все. Значит, Богопослушный человек. Значит, не будет наказания большого. Потому что, когда человек послушается Бога, Бог никогда его не мучает. Он мучает, когда ты идешь на принцип. Другой. Не хочу. Я не виноват. Ну, хорошо. Получи тогда. Поэтому принятие близкого человека – это правильный способ решения всех своих проблем. Просто знайте, что у вас не получится. Некоторые думают, где бы найти такого человека, чтобы я вот пришла счастлива, чтобы были хорошие отношения. Люди вообще неправильно сейчас мыслят. Говорят, у нас нет совместимости, у нас плохие отношения. К чему-то отношения. Вы наказаны просто и все. А через кого вот наказание вам? Вот, допустим, вы на бедокуре прошлой жизни. Как вам донести это наказание? Вот человек, допустим, вам в трамвае что-то скажет. Там, ты такой-сякой, у тебя там нос, очки, там лысина. И что, вы на это среагируете? Нет. А если близкий человек так начнет над вами смеяться, реагирует? Вот и все. То есть только через близкого человека, только через начальника, только через друзей, только через соседскую собачку. Что тоже судьба, что накакает у тебя под дверью. Не у кого-то, а именно у тебя под дверью какает. Постоянно, значит, это судьба. Надо принять. Не то, что надо всегда как бы радоваться тому, что накакало. И как бы, и относить себя в квартиру, потом все. Нет. Не обязательно. Нужно просто принять. Принять означает шаг к победе. Это означает шаг к победе. Иногда принял, и можно коврики поменять соседам. Ему ваш посложить, а вам так вот. Ну, то, что нормально, нормальная ситуация рабочая. И он, допустим, звонит вам, говорит, а чего у меня ваш коврик лежит? Ну, то есть, надо сказать, что как бы просто, он не просто коврик, а с подарком. А подарок от кого по запаху, вы должны знать. Ну, по-доброму, пласково. И он посмеется, и как бы все нормально. Запомните, отношения с близкими людьми должны быть в высшей степени ненавязчивыми и деликатными. Если, допустим, близкий человек не принимает ваше развитие, допустим, вы начали развиваться. Не принимает близкий человек. Так положено. Потому что в прошлых жизнях вы не хотели работать над собой. И Бог вам это показывает через ваших близких. Он вам показывает, как вы относились к самосовершенствованию в прошлой жизни. Вот как близкие сейчас к вам относятся. Они говорят, да ты что, это же секта. И там и пошло, и поехало. У меня мама вообще посчитала, что я же в шизофрении заболел, когда я начал работать над собой. И она меня подговорила пойти к врачу к определенному. Потому что я интересовался разными вопросами, которые обычно люди не понимают. Вот что такое сон? Как во сне себя осознать? Я этим занимался, всякими вещами. Я начал с ней разговаривать. Она говорит, у вас цветные сны? Так. Вы очень ярко все видите во сне? Так. Поставил диагноз шизофрении. Ну, все совпадает. А я хотел в мединститут поступать. Диагнозом шизофрении. В мединститут не берут уже все. Ну, потом диагноз-то сняли. Понятно. Ну, вот идея такая, что близкие люди всегда сначала так воспринимают. Ну, тем более, знаете, есть основания. Допустим, я в девятом классе полгода ничего не говорил. То есть я понял, что для того, чтобы развить способности глубоко видеть мир, нужно сосредоточиться в этом месте, как я прочитал в учебниках йоги, и молчать. Я говорю, о, попробую. Пусть мама не посоветовалась. И на полгода в девятом классе ничего не разговаривала. Если с преподавателями я научился с силой воли сделать так, чтобы они меня не замечали на уроках. Самое интересное, как-то мне отметки поставили. И так и не понял. Но мама, она с ней не прошло. Вот она видела, что я не разговариваю, и сильно беспокоилась из-за этого. А как не беспокоиться? Ребёнок перестал разговаривать. Это же капец. Ты его спрашиваешь, он молчит. Так что не думайте, что вы начали работать над собой, и все прямо вот в экстазе от вас счастье испытывают. Это же страшное дело. Кто-то начал в проруби купаться. Кто-то непонятно, что ест вообще. Какую-то зелень какую-то по-стругацким, да? Зелень какая-то, зелёная масса. Страшное дело вообще. Надо очень смиренно относиться к тому, как к нам относятся близкие люди. Надо со всем соглашаться, терпеть. И тогда они будут видеть, что всё нормально. Потому что если вы начинаете доказывать с пеной урта, что так лучше, что так правильно, это ещё один признак, как бы, что кушка начала руковать. Что-то не то с человеком, значит, происходит. В целом, веда объясняет, что есть три состояния разума, три типа состояния разума. И они меняются крайне сложно. Первый тип разума – это стабильный, статичный разум. Статичный разум у людей, которые живут в страсти. Страсти означают, они счастье путают с спокойствием. Когда человек считает, что спокойствие – это счастье, это значит, что он живёт в страсти. Ну, что это значит? Это значит, что он думает, что если у меня будет квартира, машина, пища, жена, дети, и я буду спокоен полностью в жизни. Значит, я буду счастлив. Нет, это не так. Счастье и спокойствие – это принципиально разные состояния. Спокойствие усыпляет, приводит человека к бездействию, к лени, к деградации фактически. А счастье, оно приводит человека к развитости, к мудрости, к силе, к необыкновенному чувству какому-то внутреннему, к любви. Спокойствие к любви не приносит. Наоборот, тухнет любовь в спокойном состоянии. То есть люди стремятся к тому, чтобы всё было хорошо. «Алло, у тебя всё хорошо, всё хорошо, ну всё хорошо». Понимаете? Спокойствие. Но счастье означает благодарность, служение, принятие, прощение. Вот это счастье. Когда ты в таком состоянии живёшь, тогда это счастье. Это глубокое чувство, которое не зависит вообще от количества денег, от того, какое у тебя положение в обществе. Это зависит от внутренних усилий только, направленных на самосовершенствование, на работу над собой. И вот когда человек решил всё-таки для счастья вжить, у него начинает разум идти вверх, развиваться. Он становится более разумным с каждым днём. А те люди, которые жили для спокойствия, у них совсем другое мышление. Они боятся любых перемен. Потому что это же нет спокойствия, это беспокоит, правда? И когда, допустим, вы начали развивать свой разум, не думайте, что у близких людей он прямо сразу начнёт развиваться. Это годы на это пойдёт. Обычно человек начинает развиваться, когда он в аут сильно уходит в жизни. Ему делать нечего, он начинает питаться, и в этот момент он понимает, что нужно развиваться, работать над собой. А если человек просто нормально жил ни с того ни с сего, жена, у неё как бы кукушка съехала, и она куда-то там понесла её. Страшное дело же, правда? Люди, когда у них статичный разум, они боятся, что кушать надо как все, пить как все, смотреть как все, одеваться как все. И жить в целом как все. Вот как все живут, так-то все надо жить. Иначе страшно, а что дальше-то? Это же страшно вообще. Понимаете? Вы просто поймите этих людей, своих близких, родственников, что вы страшным путём пошли. И есть, понимаете, есть факторы, ну для них страшно, имеется в виду. Есть факторы, которые сильно влияют на психику, на разум, имеется в виду. Потому что они меняют судьбу, люди это чувствуют. Вот, например, если вы груши перестали есть, это кто-то заметит? Нет. А если вы мясо перестали есть, страшное дело сразу. Хотя уже тысячу раз доказано, что это вредная пища, что она не нужна человеку. Уже тысячу раз кучу диссертаций написали. В Китае вообще сделали самое большое научное исследование на эту тему на земле вообще. Там миллионы людей участвовали. И доказали, что мясо вредно для здоровья. Всё. И всё равно, как бы, одно и то же врачи. Каждый раз мясо надо есть. С какой стати? Главные диетологи страны уже считают, что мясо надо есть меньше. Главный канцероген. Мясо надо есть. Почему? Потому что эта пища влияет на судьбу. Если человек перестаёт есть мясо, тогда у него появляется сильный импульс к изменению, к самосовершенствованию. Потому что мясо приземляет. Оно как бы оскверняет психику человека. И держит его в заперти от самосовершенствия. Не даёт ему двигаться вверх. Оно как бы тупит психику. Поел так раз и хорошо. И ничего делать не надо в жизни. Приземление происходит. Но если человек бросает, он лёгкая психика становится, способная меняться, радостная и так далее. Но если человек бросил есть мясо, все пугаются, потому что это фактор, который влияет на судьбу сильно. То же самое спиртное. Человек, допустим, если выпивает понемножку, никто, ничего, всё нормально. Как только бросил, совсем не выпивает. Ты чё, на праздники вообще даже не выпьешь на праздники? А праздник, что такое праздник вообще? Вот раньше в древней культуре праздник, на праздниках все пели о Боге песни. Знаете, что раньше люди пели о Боге песни на праздниках? Радовались Богу, хороводы ради Него водили. На праздники. А сейчас люди поклоняются не Богу на праздники, потому что есть разные способы поклонения. Вы знаете об этом? Вот можно поклоняться Богу, а можно не Богу поклоняться. Вот, например, когда люди посередине стола ставят бутылку, когда они вместо того, чтобы благословлять друг друга словами Бога, они благословляют друг друга с помощью спирта. Это не что иное, как поклонение, понимаете? И поклонение это идёт веселящему Духу, который находится в спиртном. Потому что если жидкость эта не освящена Богом, спирт, вот это вот вино, это такой особый вид вещества. Оно никогда не бывает свободным от Духа. Или оно святым Духом освящено, или злым. Если это не освящено Святым Духом, значит, будет освящено злым Духом. Понимаете? И это называется веселящий Дух. Он забирает у человека свободу. То есть человек не может сам приходить в хорошее настроение, если он под глянем этого Духа находится. У него нет возможности иметь хорошее настроение без спиртного. Поэтому ему для того, чтобы отпраздновать, нужно выпить. Иначе нет никакого праздника. Он говорит, какой праздник вообще без вина? Ты что? Мне спрашивают, я говорю, а зачем вино? И так хорошо, и так я людей любижу, добрых и любимых. Радуюсь, пою, танцую вместе с ними. Вот и праздник. Он говорит, не пьёшь совсем, что ли? А зачем? Это же затуманенное состояние становится. Я ничего о том не помню. Потом рыгаю под столом, лажу, пугаю там тараканов. Зачем это надо вообще? Что это за жизнь такая? В чём смысл такого праздника? Это называется поклонение Духом, понимаете? И люди, они уже не могут ничего делать без этого поклонения. Поминки надо ведь с Богом проводить, да? Чтоб человека очистить. Нужен Бог. А повинки проводятся с чем? Со спиртными. В свадьбе нужно благословить людей. Нужен Бог. А благословляет с помощью спиртного. И тогда любые мероприятия, нужно спирт обязательно. Без него мероприятие недействительно означает вера в злых духов. А кто вам сказал вино на Пасху? Есть просто жидкость, которая освящена. Я говорил со серьёзным священником, учёным на эту тему. Он сказал, во-первых, там оно разбавлено. Там почти нет спирта, как в кипи. Такой же процент. Во-вторых, ты же не напиваешь, а там капельку всего и всё. Это просто... Ну, причастие означает, что ты святым духом... Ну, это, во-первых, жидко наполнено святым духом. Понимаете? Вы же бутылку вина не наполняете святым духом, правильно? Причём причастие и выпить на Пасху. Кто вам сказал, что на Пасху надо выпить? Кто-то говорил вам из священников об этом? Что выпить именно вина надо на Пасху? Говорил кто-то? Сорок дней постяться надо, да? Надо после сорока дней. Это то же самое, да? Ну, как зачатие произошло, да? Как я говорю, месяц надо, да? Зачатие произошло. А теперь гуляем на все, да? Ну, что я могу сказать? Ну, как бы, пробуйте жить так, как вы считаете нужным. Результаты будут вашими. Я вам просто рассказываю, как надо. Человеку не нужна эта вообще жидкость в жизни. Я никогда в жизни не пил. Мои родственники за меня всё выпили. Я насмотрелся, мне хватило. Итак, если вы видите, что близкие люди живут неправильно, ничего страшного, это ваша судьба. Это то, что вам положено смотреть, видеть, потому что вы наказаны. Терпите их. Если вы будете их терпеть, терпение, что такое терпение? Если вы вот чувствуете, что хороший человек, неважно, что имеет недостатки. Хороший человек, добрый. Зачем так думать? Я сейчас вам объясню. Так думать за тем, что если вы так думаете, то ваша сила чистоты в этот момент входит в этого человека и меняет его жизнь. Вот если я, допустим, буду вас любить вот так вот, какие вы есть, такие есть, я к вам хорошо отношусь. Всё, что у меня есть хорошего, вы получите. А если я буду вас в чём-то винить или осуждать, никогда вы не получите от меня ничего. Понимаете? То есть нужно своих близких принимать такими, какие они есть, только для вас одной целью. Они от этого будут меняться. А если не будете принимать, значит, они не будут меняться. Никогда они не поменяются. Меняет человек только любовь. Знание внутри течёт, внутри любви. Есть река любви, и знание течёт из вашего сердца, внутри реки любви. Если нет любви, знание никогда человек не получит. Сначала любовь означает принятие, а потом знание уже. Любовь – это не наслаждение человеком, это принятие человека. Можно наслаждаться человеком сколько хочешь, но его не принимать. Это не любовь. Это влюблённость, то есть балдеевят человека, но не принимают. Любовь означает принятие. Вот примите свою девушку. Это любовь. А если вы не принимаете, это не любовь. Очень важно понять, что отношения между мужем и женой особенно, они к крайней степени трудные. Нет ни одного человека на земле, у которого были бы лёгкие отношения. Причина трудности заключается в том, что ожидания очень большие. Человек ждёт очень большую дозу счастья от близкого человека. И это ожидание разрушает отношения, потому что его поведение должно быть таким, как я жду. А это означает, что очень трудно ему так себя вести, чтобы я не пришёл в беспокойство. Девушка ждала парня, она ждала его вместе с счастьем. Она не ждала его просто одного. Она вместе с счастьем. У неё были ожидания от него. Она ждала его вместе с счастьем со своим. Он пришёл в мою жизнь, а счастье не хочет давать. Это очень обидно. И девушки поэтому, они капризничают с парнями. Постоянно капризничают. Что-то ещё такое есть. А он думает, что она вообще от меня хочет? Что она ко мне пристала? И он так обижается сильно. Она хочет счастья. Она его ждала через тебя. Ты пришёл, а счастья не даёшь. В чём дело? Так девушки настроены. Тоже самое парни. Они как бы настроены, что девушка, вот я, которую люблю, она должна вот так вот. Она должна постоянно кивать, мне бегать передо мной, служить, готовиться, бойиться. Так вот она вот такая. Он думает. Она в раз забыла ему приготовить вообще. Ну забыла, потому что у неё подружки-то были. Она сильно увлеклась и забыла. Не то, что она специально забыла. Просто так получилось у неё. Она сама по себе женщина увлекающаяся такой. Она увлеклась, увлеклась и забыла приготовить. Он такой, вставай, страна огромная. Такое вообще как бы предательство. Ты предала меня вообще, предала. Потому что я хотел всю жизнь, чтобы мне жена готовила. Я про себя говорю. У меня такая тема. Я хотел всю жизнь, чтобы жена готовила. Почему? Потому что у меня мама так готовила. Она у меня занимала... Сейчас похвалюсь. Восемь раз участвовала в конкурсе поваров по району своему, где жила. И шесть раз заняла первое место и два вторые. Вот так она готовила. А жена у меня тоже очень вкусно готовит. Очень вкусно готовит. Но готовить не любит. Ей это просто как нож в горло готовит. Я сначала так страдал, думал, как же так. Какая несправедливость вообще. Потом понял, что надо принять. Это моя судьба. Когда я принял, она так старается. Старается. Так старается. Хотя все равно не любит. Знаете, я просто вам сейчас рассказываю настройки. Я пытаюсь вам сделать настройки на семейную жизнь правильные. Если эти настройки будут правильные, все остальное у вас получится. Первое, что надо понять, что через близкого человека вас мучает Бог. А больше не через кого мучить. Никто больше не может вам это дать. То, что Бог хочет вам передать. И поэтому надо принимать. Каждый человек рожден для наказания в этом мире. Мы все бедокурили в прошлом. И за это должны отвечать. Здесь не место для наслаждения. Наслаждение это там в раю. Там нет. Там кто уже отбедокурился, отстрадал. Он туда полетел. В рай. А здесь мы должны мучиться. И испытывать счастье. Также, ну, то есть здесь поровну. Счастье и страдания на земле. Примерно поровну. Кто правильно живет. Неправильно одни страдания. Итак, главное, что нужно понять, что все будет хорошо, если ты все делаешь правильно в отношении. Вот вы, ты видишь, допустим, близкого человека, думаешь, блин, ну с этим человеком ничего хорошего никогда не будет. Не верьте этим мыслям. Это неправильная мысль. Бог такого человека не может дать, понимаете. Он дает того, с кем может быть хорошо, если потрудиться. И даже с этим, Олег Геннадьевич. И даже с этим. А что-то я не могу это поверить. Это ваша проблема, в общем. Почему? Потому что это ваша судьба, понимаете. И в судьбе есть и хорошее, и плохое. Не то, что только одно плохое. Опять же, некоторые люди думают, что если я вот сейчас поменяю человека другого, то тогда будет все хорошо. Действительно, в этих переменах есть определенный момент, который я вам сейчас объясню. Вот когда человек приходит в нашу жизнь, он занимает определенную часть нашей судьбы. Затыкает какие-то отверстия судьбы, да? А какие-то остаются незаткнутыми. И ты думаешь, вот это и есть счастье. А вот то, что он мне дал, это не счастье. Ты же привыкаешь к этому. Следующий человек заткнет другие дырки, понимаете. А те, которые тебе дал до этого, не получишь уже. Не то, что вот следующий, он как бы и хорошее мне даст то, что было, и плохое. Нет, такого не будет. Он будет противоположным. Вот, допустим, если тебе не нравится грубый и ответственный мужик, то Бог тебе даст мягкого и безответственного. Ты скажешь, ну, почему же, вообще кошмар, он же работать не хочет. Ну, ты такого хотел. У тебя же работал до этого муж и мучил тебя, грубил. Теперь вот не работает и не грубит зато. Ты же хотел, чтобы не грубил, а все вместе не получится. Потому что есть противоположности в судьбе. И человек выбирает или такую противоположность, или такую. Все. И больше ничего не будет. Никаких других вариантов нет. Посередине не попадете. Потому что не положено. Как и солдат спросил у прапорщика, говорит, слушайте, мне что-то это масло на завтрак не положили. Что, говорит, тебе масло не положено на завтрак? Не, не положено. Он говорит, не положено. Не положили, говорит, значит, не положено. А, ну, как бы, а вот соседу положили. Положили, значит, положено. Примерно так. И с женой, понимаете? Причем там есть свои законы интересные. Вот смотрите, в древней культуре эти законы знали, поэтому жизнь была проще. Вот смотрите, какие законы? Точно такие же, как рыбка клюет. Вот, допустим, если рыбка очень любит чувство вкуса, и червячок – это самое лучшее, что есть в жизни. То через этого червячка она и получает смерть. Вот точно так же работает влюбленность. Что такое влюбленность? Влюбленность – это как раз вот это такое энергетика такая, что два сердца, два сердца соединяют. Влюбленность. Не, хочу только, если я буду любить. По-другому никого не нужен вообще никто. Только если я буду любить. Хорошо, замечательно. Значит, у тебя плохая семейная судьба. Почему? Потому что сильная влюбленность, вот эта вот сильная влюбленность означает, что ты получишь через этого человека много страданий. Сильная влюбленность – значит тяжелая судьба. А мы думаем все наоборот. Мы думаем, что сильная влюбленность – значит хорошая судьба. Значит, все будет… Ничего подобного. Сильная влюбленность – означает тяжелая судьба. Много, значит, судьбы через него пройдет, через этого человека. Как в древней культуре делали? Они говорят, пожалуйста, выдайте меня замуж старшему, мудрецу, да? Он смотрит, и у человека вот хорошая совместимость. Хорошая совместимость означает, что приятный человек, он нравится мне, потому что он идет правильной дорогой в жизни, у него хорошая устремленность в жизни, все классно, но вот такого… Вот этого нет, как мы хотим. И мудрец говорит, вот это и есть самая лучшая судьба. Когда у тебя такое чистое, светлое, спокойное чувство к этому человеку и приятное чувство, это значит, что с ним ты проживешь очень хорошую судьбу. Теперь, когда опасность? Опасность – это когда сердце горит, когда человек сильно… Это опасность. Ну, как, например, как это выглядит, например? Ну, например, вот так. Это опасность означает. Ну, то, что мы считаем вообще супер-пупер, а это, оказывается, опасность. Вспоминаю, умираю, понимаете? Умираю, вспоминаю и умираю. Только о тебе мечтаю. Тяжелая судьба. Запомнили? Я просто вам расскажу потом, что дальше будет. Могу вам сразу прямо. Десять лет спустя. Или там, ну, десять лет – это в лучшем случае. Обычно даже до этого не доходит. Вот, смотрите, что дальше будет. Какое-то время спустя. ПОЁТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнали Симон. Вы скажете, Олег Геннадьевич, не верю, не верю, не верю. Есть любовь на земле? Любовь есть, но не такая. Понимаете, влюбленность это эгоистическое чувство. Если человек сильно кого-то любит, то эта влюбленность приводит к гордости. Понимаете, вот я если сильно кого-то люблю, что с человеком происходит с этим? Вот вы, допустим, говорили, Олег Геннадьевич, так вас ждали. Что со мной происходит в это время? Это было... Ну, крутизна, я крутизна. Понимаете, да? Гордость. Потому что человек слабый очень. Человек слабое существо. Он даже сам не замечает, как гордиться собой начинает. Поэтому мой духовный наставник говорит, ты, говорит, это, передавай дальше. Я хвалят, ты, говорит, туда. Понимаете, если ты кого-то сильно влюбляешься, ты перетягиваешь эту энергию любви на себя. Человек перестает тебя любить. Потому что ты все перетянул. Некоторые люди даже замечают, я его любила, когда начала общаться, что-то как-то разлюбила. Он как-то слишком сильно меня любит. Было такое у кого? Было. Перетягивается эта энергия любви. Вот эта жажда, вот эта. Она перетягивает. Очень трудно общаться с таким человеком. Мама тоже, когда жажду испытывает своему сыну особенно. Сыну, как у тебя дела? Ну, мама, все хорошо. Она его мучает, он не знает, что ей сказать. Иногда вообще даже не отвечает. Телефон выключает, и все. Тянет она счастье от сына. Потому что женщина любит жить чужим счастьем. Счастьем, кого любит она живет. Не своей жизнью, не своей судьбой, а судьбой того, кого любит она живет. Женщина. Так устроена женская психика. Он говорит, сынок. И хочется его судьбой пожить. Потому что она его любит. Сынок. А у него уже своя жизнь. И она ему начинает советовать. Вот это не надо, вот это надо. Ему уже 30 лет. Но сам знает, что ему надо, что не надо. Знаете, неправильное мышление. Называется зависимость. Вот эта вот влюбленность. Или привязанность к человеку. По-другому надо сказать. Это зависимость, которая разрушает жизнь. Так бы, сынок хорошо относился, но мама его так замучила, что он уже не может ничего слышать. И устал уже все. Поэтому не надо мечтать ни о чем. Вот есть, допустим, близкий человек. Первая стадия любви – принятие. Вторая – уважение. Когда ты видишь в нем уже хорошее. И чувствуешь, что не зря судьба тебя соединена. А третья стадия – искренности. Или верность. Эта стадия уже так сильно, такое счастье приносит. Сердце небыкновенное. Это третья стадия. Это награда за правильную жизнь, правильное отношение. Которые труднодостижимы в жизни у человека. Труднодостижимы. Не то, что все эти награды получат. Надо правильно жить. Надо принимать, терпеть близкого человека. Как бы он себя не вел, это ваша судьба. Отношения с близким человеком имеют очень деликатную природу. Невозможно близкому человеку не объяснить ничего. И тем более ему проповедовать, лекции читать вообще. Мне жена говорит, лекции будешь читать своим слушателям. Но если ей что-то надо, она подходит ко мне, говорит, лекция такая-то, минута такая-то. Послушай, что ты там говоришь о том, как должен вести себя мужчина? Потом поговорим. Все наизусть знает. Это семейная жизнь, понимаете? Непростая штука. И надо знать просто, как это все работает, и тогда будет счастье обязательно. Не то, что я вас настраиваю, что счастья не будет, надо разбегаться. Нет, оно будет обязательно. И даже не так труднодостижимо, как кажется. Но надо знать, как правильно. Первое, что нужно знать, это то, что близкому человеку ты ничего в жизни никогда не докажешь. Ты ему даже объяснить ничего не сможешь. Вот, допустим, ты можешь палачу объяснить? Вот он стоит, допустим, с топором, ты ему объясняешь. Типа, ты знаешь, вот на самом деле все не так было. Он говорит, ну ложись, сейчас разберемся. Близкий человек – это твой палач. Ему высшие силы совсем другое о тебе внушают. Он на тебя смотрит и знает тебя, как облупленного. С позиции твоих грехов прошлых он знает тебя. И он очень сильно вдохновлен тебя наказать, близкий человек. Очень сильно вдохновлен. У него праведный гнев в сердце. Понимаете? И ты с этим ничего не сделаешь. Ты даже не знаешь, за что мучаешься ты. Потому что мы не помним же прошлой школы жизни своей. Это еще ладно, если это как бы более-менее... А бывает же предательство еще, понимаете? Это же вообще жесть. Ты любил, верил в человека, верил ему, а он тебя взял, предал. Тоже судьба такая очень тяжелая. Итак, смотрите, то есть что делать? Первое, что нужно понять. Нужно понять, что мы никогда заряда своих батареек от близкого человека не получим. Жена никогда от мужа не зарядится, хоть она и хочет. А муж от жены. Близкие люди друг друга только разряжают. То есть мы тратимся друг на друга. Не заряжаемся, а тратимся. Поэтому человек, который не может заряжаться от природы, от добрых людей, от Бога, не самодостаточный человек. Человек, который испытывает нужду в близком человеке. Никогда счастлив с близким человеком в отношениях не будет. Потому что эта нужда будет вызывать его к ссоре. То есть он будет пытаться оттянуть. Все скандалы означают протест против того, что близкий человек не дает счастья. Вот это просто скандал в семье означает только протест. Он не предусмотрен. Если ты экзамен свой сдал, получишь счастье. Нет, не получишь. Вот так прямого, просто прямого счастья не предусмотрено. От близкого человека, судьбой. Женщина от женщин получает заряд. Получает от природы, от Бога. Мужчина от мужчин. От друзей, от природы, от Бога. Но мужчина, женщина вместе, они испытуемые. Но если они свое испытание выдержат, тогда, пожалуйста, много счастья. Пожалуйста. Не то, что счастья нет в личной жизни. Оно есть. Но через испытание всегда. Если ты домой идешь с работы, ждешь, что сейчас у тебя все будет хорошо, напрасно. Испытания же идут своей чередой. И жена встает. Когда, если ты жену видишь, это вот такое у нее, вот смотрите, вот рот ладоней и вот так вот к бедрам. Это очень опасно. Я не советую вам связываться с этим положением тела. Еще она как бы облокотилась на одну ногу вот так вот. И голова вот так вот. Все. Это жесть. Ну, просто, как бы, я знаю уже. Не молодой. Лучше не связывайтесь. Почему? Сейчас объясню. Женщина только снаружи такая мягкая, нежная и добрая. На самом деле, внутри у нее огромная такая твердость психическая, непреклонная. И эта твердость, она, с ней ничего не сделаешь, мужчина, ничего не сделаешь вообще, бесполезно. Не сможете вы совладать с женщиной. Вот смотрите, например, если женщина, она чего-то хочет в жизни, она не может перехотеть. Вот мужчина может перехотеть. Некоторые женщины мудрые, они просто берут и ждут чуть-чуть. Мужчина что-то хочет, она подождала, раз, уже забыл. Все, нормально. Забыл просто. Но женщина не забудет. Женщина, я правильно говорю или нет? Не перехачивается, да, никак? Невозможно. Потом. И это означает, что она будет постоянно вас долбить. Причем женщина очень деликатное существо, оно не будет как бы долбить напрямую. Но внутри она будет хотеть. И это будет на вас действовать. Потому что у нее и будет плохое настроение. И скажешь, ну и что, пусть у нее будет плохое настроение. Понимаете, проблема заключается в том, что вот вся обстановка в квартире, она соткана из настроения женщины. Вот то, что дома хорошо, уютно, тепло, это все настроение жены. И если настроение меняется, то дома уже не будет тепло, уютно и хорошо. Мужчина интуитивно подходит к жене и говорит, слушай, в чем дело, а? Она говорит, я тебя что трогаю, что ли, отстань от меня. У меня плохое настроение. Настроение у женщины меняется, как волны в погоду. То хорошее, то плохое. Она не может контролировать это вообще никак. Потому что настроение женщины соткано из огромной потенции энергии. Огромной энергии. Потому что ее настроение, оно питает квартиру, детей. Все вокруг, всю обстановку. Питает настроение женщины. И поэтому оно быстро расходуется. И может истощиться. Когда у женщины истощилось настроение, она замыкается, уходит, как бы, не хочет общаться. Уходит в уединение. А мужчина чувствует, что ему плохо, у него, как бы, он пришел домой. Жена непонятно где, и вообще не хочет разговаривать. Я чет тебе сделал, ты со мной не разговариваешь. Женщина разговаривает не потому, что я что-то сделал не то, а потому, что у нее нет сил. Он не знает об этом. Он думает, что она ее всегда любить должна. Это же энергия любить. Отдавать энергию. А женщина не может когда-то отдавать. И он круглями ходит вокруг нее. Но иногда, если женщина чего-то хочет, у нее не будет хорошего настроения из-за желания. И тогда вообще облом. То есть приходишь домой, и каждый раз одно и то же. Счастья нет. Почему? Потому что у жены желание. Она хочет, сидит. Платье там хочет или поездку какую-нибудь. Ну, каждая женщина свое что-то. Самое главное, мужчины, когда вы встречаетесь, вы не женились, вы узнаете, чего она хочет обычно. Сможете ли вы ее это дать? Денег у вас хватит или нет? Если хватит, то женитесь. А если нет, то лучше не надо. Потому что будет тяжело потом. Потому что она, если что-то хочет, то это не отменить невозможно. Она поэтому замуж и выходит. Чтобы кто-то с этим что-то сделал вообще. И кто-то это вы. Я что-то не так говорю. Я же не женщина. Все нормально, все правильно пока. Аплодисменты. Аплодисменты. И те, мужчины. Все правильно. Для мужика что делать? Вот. Хороший. А ждал этого вопроса. Сколько можно, да? На всякий случай есть мыло, верёвка, туалет. Ну а если как бы это не вариант, тогда сейчас расскажу, что делать. Надо изучать, как устроен этот мир. Первое, что надо знать, что женщина, если она уперлась в своём желании, ты хоть что сделай, хоть убейся. Она может даже уйти из дома, может с собой что-то сделать плохое, но желание поменять она не может. Ты ничего с этим не сделаешь. Поэтому прими вот эту судьбу. Точно так же, как женские желания действуют мужские привычки. Понимаете, это одна и та же энергия, только в разных телах. У женщины желание, она что-то хочет и убивает всех желанием, мучает. А мужчина мучает всех своими вредными привычками. Точно так же, тоже ничего не сделайте. Понимаете, потому что разрядка женской психики идёт через желания, а у мужчины через привычки. Вредная привычка у мужчины означает неумение отдыхать. Также у женщины тоже желания сильные означают тоже неумение отдыхать. То есть она не удовлетворена в жизни. Он не удовлетворён в жизни, вредная привычка. Она не удовлетворена в жизни. Какие-то желания, которые она не может контролировать. Чего-то кончится в сильном. Мы одинаковые по факту, но просто по-разному это всё действует в психике. Понятно, свои проблемы мы не чувствуем, а вот чужие сильно чувствуем. Что делать? Надо принять человека. Вот, допустим, мужа принялась вредной привычкой, он уже на пути к избавлению. Жену принял с её желанием, она на пути к избавлению. То есть меняется человек в жизни после принятия, меняется. Но очень важно понять, что все наши проблемы идут от того, что мы не соизмеряем усилия, мы не понимаем, что отношения с близким человеком должны быть в крайней степени деликатными. То есть ему даже ничего нельзя посоветовать. Нельзя его перевоспитать, близкого человека. Нельзя ему замечания сделать. Понимаете, это всё нельзя, потому что это вызывает всё очень большой протест в сердце и боли. Это так устроены близкие отношения. Что же тогда делать? Вот если человек не так что-то делает, как ему объяснить? Первое, что нужно, это его принять в таком состоянии. Если вы его приняли, то вы уже 30% ситуации решили. Потом, когда вы приняли близкого человека, ну, допустим, ну, допустим, у меня жена, допустим, не хочет убираться на кухне, да, грязь. Я должен это принять сначала. Я принял эту ситуацию. Потом по-доброму подхожу к ней и говорю, моя хорошая, можно я на кухне приберусь? Она говорит, «То что, тебе не нравится на кухне, что ли?» Я говорю, нет, мне так всё нравится, там такая чистота. Но я хочу ещё лучше сделать. И она улыбается и идёт мыть кухню. Понимаете, о чём я говорю? То есть я принял. И дальше просто по-доброму доношу её эту информацию, что вот такая ситуация. Или ещё подобные ситуации какие-то. Допустим, я хочу, чтобы она встала пораньше, пошла зарядку делать. Женское тело же ленивое, оно не хочет зарядку делать, вставать не хочет. Она знает, что ей надо, но не может, потому что тело ленивое, тяжлое. И нужно вдохновение. Вдохновение. Женщину надо вдохновить, чтобы она что-то сделала. Мужчину нужно просто ему вызов дать, сделать. Например, если мужчине скажут, да ты, тлобак, никогда этого не сделаешь. Он начнёт это делать. Может, не сразу, но постепенно. А женщине, чтобы она что-то делала, ей нужно вдохновить. Вот какое вдохновение, допустим? На улице так хорошо, так красиво, птички поют, столько счастья. И она слушает, слушает, и всё равно не встаёт. И ты идёшь, это счастье получает. Ты говоришь, я пошёл счастье получать с улицы. Буду там радоваться, зарядку делать. И пошёл. Она встаёт сразу, она же не может без счастья жить. Она для счастья родилась, а муж счастье получает. Что за ерунда вообще? В чём дело? И она бежит сразу, тоже зарядку делается. Но это будет в том случае, если вы отношения имеете с друг другом. А вот отношения, чтобы иметь, чтобы вы могли вдохновлять близкого человека, это самое дорогое. Этого дорогого стоит, понимаете? Вот чтобы близкий человек тебя понимал, принимал, слышал. Для этого надо всегда его принимать, прощать и вести себя очень аккуратно, деликатно. Потому что объяснить близкому человеку невозможно. Ты можно только своим примером и очень добрым стилем отношений поменять его мышление. А вот напрямую прямо сказать, вот ты такой-такой-сякой, невозможно. Он не примет это. А наоборот, обидится и будет ещё хуже себя вести. Так устроены отношения. Они очень деликатно, природу имеют. И в них очень трудно. А если ваш близкий человек, допустим, вы говорите, а люди начнут ничего подобного. Я своей жене говорю правду всегда. Она всё слушает, кивает и выполняет. Очень плохой знак. Это значит, что она терпит, копит яд. И потом жестоко бросит вас. Неожиданно совершенно. Очень опасно. Ситуация очень опасная. Или, допустим, вы говорите, я своему мужу могу сказать всё, что угодно, а он кивает, терпит. Это факт. Значит, очень разумный мужчина. Но счастья ему это не приносит. Поэтому, мои хорошие, не распускайтесь. Даже если близкий человек готов принимать вас, не распускайтесь в своём поведении перед ним. Сильно пожалеете потом. Потому что, когда такой человек бросит тебя, не выдержит, ты потом будешь горючими слезами плакать. Потому что такого больше не найти. Видите, деликатное поведение – основа семейной жизни. Невозможно с этим ничего сделать. Потому что Бог учит нас прежде всего любви. Цель, чтобы мы научились по-доброму себя вести с близким человеком. Как же сделать так, чтобы близкий человек пошёл вперёд, чтобы он начал развиваться, чтобы он работал над собой, менял себя. Понимаете, в жизни вот эти вот состояния разума – это как, ну, знаете, как ступени, трамплины в жизни. Вот перескок с статичного состояния разума на подвижное, когда там двигается вверх разум – это очень трудный процесс. Но как бы лет длится. И, допустим, поэтому перемены в близком человеке, как айсберг, танет, тает снизу, не видно, потом раз – перевернулся неожиданно. Точно так же близкий человек. Вы, если начали работать над собой, два условия – вы начали работать над собой, и не трогайте никого. всем относитесь хорошо. Это значит, что все ваши близкие люди уже меняются. И даже если им противно то, что вы делаете, не имеет значения, всё будет по-другому. Просто подождите. Понимаете, вот вы два условия. Вы начали работать над собой, вы живёте правильно, и принимаете, что вас не любят за это. Спокойно к этому относитесь. Всё, это значит, что они уже меняются. Это гарантия. Я видел тысячи-тысячи примеров, как это происходит. Никогда не сомневайтесь, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Это прямым текстом в Священных Писаниях написано. Если человек светит, как солнце, значит, тогда он освещает судьбу всех, кто окружает его вокруг. И надо ещё понимать, что почему они так себя ведут, близкие люди, потому что это испытание. Если ты встал на правильный путь, а в прошлом вёл жизнь неправильно, Бог тебя немножко сейчас понаказывает сначала, чтобы ты не сразу счастье испытал от такой жизни, будут наказывать твоими близкими. Подожди чуть-чуть. Испытание пройди. Я прошёл своё испытание, всё. Я когда встал на правильный путь, меня ни друзья не принимали. Я это был уже в школе. То есть я начал со школы работать над собой. Ни друзья не принимали, ни в институте я был белой вороной совершенно. Ни родителей не принимали, никто. То есть я был совсем один на этом направлении. И потом всё поменялось. Понимаете, сейчас школьные товарищи начали слушать мои лекции. Начали друзья в институте писать, что вот мы тоже сейчас живём по-другому. Те, которые смеялись надо мной. Родственники всё дальше и дальше. Дальние родственники начинают работать над собой, слушать свои лекции. А все, кто меня окружают, все живут очень правильной жизнью. Вот все люди вокруг меня так живут. Всё поменялось, но я уже как бы давно, этим занимаюсь, 40 лет, работаю над собой. Большой стаж получается. И жизнь вся поменялась. До дальних родственников прям. Так меняет судьба у человека. Все люди вокруг оцелевстворяют нашу судьбу. Все родственники, знакомые, друзья. Ничего не бойтесь. Идите вперёд. Всё поменяется в жизни. Но нужны условия. Если вы протестуете против близких людей, требуете от них изменения жизни, бунтуете, заставляете жить их правильно, будет всё наоборот. Просто разрушите свою судьбу и всё. Даже если вы правы, не имеет значения. Очень важно знать, что чтобы сохранить себя в отношениях, нужно знать, что люди находятся в трёх слоях жизни. Если человек находится в благости, то есть живёт правильно, работает над собой, можно ближе с этим человеком строить отношения. Даже с таким человеком можно обсуждать вопросы какие-то сложные. Это значит, что у вас очень глубокие отношения. Вы проработали свою семейную судьбу. Не то, что никогда с близким человеком нельзя поговорить о каких-то сложных вещах. Можно, но это только в благости. Теперь, что такое жизнь страсти? Страсти означает, люди не работают над собой, они живут для достатка. Для того, чтобы в обществе успешным быть. Для денег, для зарплаты, для детей, чтобы они выучились. Страсти не могут строить близкие отношения ни с кем. Они только думают, что у них близкие отношения. Они не могут сердечные, глубокие отношения ни с кем вообще развивать. Они в жизни даже не знают, что это такое. Для них близкие отношения означают, что мне приятно быть с этим человеком. Если приятно, значит, близкий человек. И они так и дружат тоже. Вот кто приятен, я с тем дружу. Неприятен, не дружу. Всё. Понимаете? Но приятность, это не близкие отношения. Вот допустим, мне с мужем приятно. Это не значит, что он тебя не изменит и не бросит тебя. Потому что приятно зависит от судьбы. Сегодня приятно, через два года будет неприятно. Он потерпел год-два, а так как у него ни концепции нет, жизнь, верность там, терпение, у страстных людей нет этой идеи вообще. Они живут для счастья, не для терпения, не для самопожертвования. У них другая концепция жизни. И он бросает. Почему? Потому что нет счастья. И он так и говорит, не извини меня, с тобой нет счастья. Что я должен с тобой жить? А вот у вас дети уже, там, и всё прочее. Таким образом, жизнь счастья не даёт гарантии. Жизнь страсти не даёт гарантии человеку. Никаких. Если ваша цель это машина, квартира, там, престижный вуз у детей, то нет гарантии, что он останется рядом с вами, человеком. Плохой период начался и всё, смыло семью. Поэтому 80% разводов у нас в России. Потому что большинство людей живут вот так, в такой жизни. Но если бы вы начали жить по-другому, гарантий становится больше. Почему? Потому что даже если ему захочется уйти, вы можете не дать ему своим поведением. Так часто бывает, я много раз видел, и даже человек уходит, его можно вернуть правильным поведением. Сначала надо его принять. Потому что, хоть нам и кажется, что мы близкие, но на самом деле, по-настоящему близким может только благостный человек быть. Все остальные люди вызывают определённую тяжесть в сердце. Страстный человек, если ты его глубоко понимаешь, он тяжёленький. Ему с ним очень тяжело жить. А невежественно ещё тяжелее. И дистанция, очень важно правильно выстроить дистанцию. С благостным человеком близкая дистанция. Со страстным чуть подальше. Это деловые семейные отношения. Что значит? Мы договариваемся, что мы вот так вот живём, так делим деньги, так с детьми обращаемся. Всё время люди договариваются в страсти. Им нужны законы, порядок, правила. Благостным людям не надо договариваться. Они просто вот верят друг другу и честно живут, они как бы жертвуют друг друга ради друг друга. Верность, чистота в жизни. Это высокий уровень отношений. Совесть главная. Бог. Совесть означает Бог. Между ними совесть или Бог. У страстных людей у них нет совести между ними. Совесть включается только в беде. У них совесть включается, когда им плохо, тяжело. Они сразу совестливыми становятся в страсти. Дистанция должна быть. Если вы, допустим, начинаете сердце открывать человеку в страсти, близкому человеку, это ваш муж или жена, говорите, да я там, понимаешь, до жизни с тобой вот так вот жила. Там мне несколько мужиков было, сразу там, или еще всякие подробности рассказывайте ему. Он все это выслушивает. Потом, когда вы начинаете ругаться, он вам это все вспомнил. И вспомнит очень жестоко. Потому что человек в страсти, он не может это все переварить, то, что вы ему сказали, и простить. Потому что он сам такой же. Но просто молчит. Поэтому люди в страсти, они скрытны. Они не говорят всю правду друг о друге. Вот муж с женой живут друг с другом. Они не знают всю правду друг о друге. Потому что опасно же говорить. Можно бросить человека или еще что. И человек чувствует это. И станция есть. И с ней ничего не сделаешь. Потому что если вы ее сократите, будет только хуже. Вы не можете ему сердце полностью открыть. Потому что вы на самом деле чужие люди. Вы живете для счастья, а не для самопожертвования. Только самопожертвования сближают. Понимаете, если вы готовы терпеть человека верным всю жизнь, не важно, что он будет делать, тогда это означает близкие отношения. А если просто вы вместе живете ради детей, ради семьи, ради машины, квартиры, светлого будущего, то это не близкие отношения. Это деловые семейные отношения. И в них нет глубины. Плохой период начался, все, стенка. Я тебя не люблю, ты меня не любишь, мы чужие люди, как вот женщина мне сказала. 15 лет прожили вместе, чужие люди стали. Почему чужие? Да потому что плохой период начался. А почему раньше тогда не были чужими? Да никогда близкими не были. Близкими люди становятся, когда они к Богу вместе идут, вот тогда они становятся близкими. Совесть, потому что между ними живет. А так нет никакой близости. Половые отношения не означают близость. Есть анекдот. Секс это еще не повод для знакомства. Современный анекдот. Так не волнуйтесь, работайте над собой. Солнце вашей любви к Богу растопит сердце близкого человека. Придет время, он придет в благость. Пока не пришел, чуть-чуть дистанция. Ну, дистанция не означает, то есть обычная жизнь. Заботьтесь о человеке, любите его, целуйте, воспитывайте детей вместе, но поговорить с ним о глубоких вещах вы никогда не сможете. И если вы начнете такой разговор, его этот разговор взбесит, потому что вы вскроете в нем то, чему он не готов. Понимаете? Нет гарантии, что близкий человек в страсти не будет иметь любовника или любовницу. какие-то секреты от вас, которые вы никогда не узнаете. Гарантий таких нет. Но если вы будете развиваться, близкий человек тоже поменяется, тогда будут гарантии уже. и так очень важно выбрать правильную дистанцию. Если вы живете с невежественным человеком, это другая концепция жизни совсем, принципиально другая. Разум невежественного человека катится вниз. Это беда. Жить с невежественным человеком это беда. Что происходит с человеком? Он спивается или попадает в плохую компанию, засасывается криминальными делами всякими, плохая компания, пьянство, наркомания, разврат, дебош, ненависть, половые извращения какие-то в крайней степени какой-то. Это называется жизневежество. Человека засасывает туда в это все, как воронку. Можно ли помочь? Можно с помощью молитвы духовной жизни, можно нейтрализовать это влияние злых сил. И человек останавливается сначала в этом влиянии, потом постепенно начинает подниматься вверх, через сильные страдания. Бог такому человеку сначала дает жуткие страдания, чтобы он понял, что он не туда идет. Очень важно знать, что когда невежественный человек рядом с вами живет, дистанция должна быть больше. Она должна быть такой, чтобы вы не ругались с ним. Потому что если вы начинаете с ним ругаться, то вы будете разрушены психически. Потому что невежественный человек, ему все равно, будете вы жить или нет. Ему главное отстаивать свое. он может перешагнуть через кого угодно, даже через своих детей. Поэтому опасно сближаться. Сближаться имеется в виду глубокие какие-то вещи, не говорю, телесные отношения. Ругань началась с невежественным человеком, который может побить и сбить. Злые отношения начались. Можно даже жить отдельно, молиться за него, но не бросать этого человека. Потому что бросая его, бросайте свою судьбу. А если человек с судьбой начал воевать, тогда война это не закончится. Просто так. То есть ты бросаешь свою судьбу, значит идешь в пустыню, в одиночество. Или будешь раскаиваться, чтобы вернуться опять в семью. Может быть этого человека Бог даст, может другого. Но если человек бросает близкого человека, он не идет другому человеку, он идет в пустыню, в одиночество, потому что Бог держит людей вместе. Человек не может сам привязать к себе другого человека. Это невозможно. Если вы чувствуете в личной жизни сильное истощение, вам плохо, вам тяжело жить в человеке, есть только две причины. Две. Первая дистанция выбрана неправильно в отношении. Вы слишком много ждете от человека и слишком много пытаетесь ему доказывать. Понимаете? Ну, как бы, дистанция неправильно выбрана. Первая причина и вторая причина. У вас нет источников пополнения энергии. Вы источником считаете своего близкого человека, пытаетесь от него заряжаться, а это невозможно. Приду к примеру. Одни мои знакомые, хорошие люди, благость, сели напротив меня и консультируют, советуют. Олег Геннадьевич, девушка, говорит, я не знаю, что со мной происходит. Я начал ругаться на мужа, нервничать, злиться на него. Чего это, с чем это связано? Я говорю, у вас подружки есть? Она говорит, подружек нет. Я говорю, вот с этим и связано. Ты от него ждешь того, чего должны дать тебе женщины. Мужчина не может женщину заменить женщине. Он не может с тобой всю-сю-пу-сю вот так постоянно. То есть женщина должна женщиной такие отношения строить. А с мужем она отношения долго строит. Она заботится о нем, получает благодарность. Он о ней заботится, от нее получает вот такие отношения. Это отношения испытания, служения. Это не отношения, в которых ты наполняешься силой. Бог таким образом все предусмотрел, чтобы нам было друг с другом очень трудно. Потому что в этих отношениях человек развивается, как личность зреет. Чтобы мужчине развиваться, нужна жена. Жена есть, значит, будешь развиваться. Она тебя разобьет. Муж есть, значит, женщина будет развиваться. Он тебя тоже разобьет однозначно. Станешь очень женственным со временем. Мужчина не может терпеть женские эмоции. Вообще не может. Ни капли. А женщине так хочется выразить свои мысли. Когда она может говорить, иной хочется очень сильно выразить, чтобы навсегда запомнил. И она ему «Сейчас я тебе скажу!» Очень эмоционально. И он такой «Может завтра? Сегодня я устал?» И она звонит подружка «Я ему «Вот как тебе пытаюсь сказать, он меня служить не хочет. Понимаешь? Она «Понимаю!» «Понимаю!» У них эмоциональная сила одинаковая, они могут очень эмоционально общаться, и все спокойно, проблем нет вообще никаких. Но мужчине, если женщина так же эмоционально говорит, у него сердце революция начинается. Так трудно это все слышать, терпеть. С ума сходят по-русски сказать. Мужчина согласна? Нет? Согласна? Нет? Какие возражения? Ну давайте изменить микрофончик. У меня есть несколько подруг, и я могу спокойно принимать профессию с тобой. Да мой хороший, мы же говорим про семью, а не подруг. А, ну да, да, Свецан дал микрофончик, чтобы мы выяснили ситуацию. Я сильно удивился, когда такое подруги же, они перед вами ля-ля-ля-ля-ля, они же добиваются вас. А жена-то она уже добилась. Совсем другое дело, понимаете? он не понял, конечно, то, что я сказал, ну, что, жизнь, она, жизнь сама таких накажет строго посовский поэр. Тут мы согласны, скажи, Серега. это я не про вас, все нормально, спасибо вам, что вы мне помогли. Вообще мужчины, они любят, как сказать, свой слой, это правильно, я не сомневаюсь, что кто-то из мужчин может терпеть эмоции своей жены полностью, это значит, что он ее сильно любит, вот и все, сила у него есть такая, мы об этом еще поговорим, но очень тяжело терпеть в любом. Теперь мужчины, женщины точно так же вас не могут терпеть, точно так же, потому что у человека есть три центра разума, есть центр разума связан с сознанием, он в области лба, центр разума связанный с энергией любви в области сердца, центр разума в области папа. У женщины вот здесь огромная сила эмоциональная, это центр разума связан с любовью, женщины здесь все пышет Силой. У мужчины здесь дырка. Поэтому он не защищён от женщин. Мужчина беззащитный по отношению к женщине. Энергия любви, когда женщина любит мужчину такую. Ему тяжело вот эту энергию терпеть, на самом деле. Женская любовь. Мальчик маленький, когда мама девочку... Попробуйте поцелуй девочку и мальчик. Мама берёт девочку, целует, она ей щёчки подставляет. Терпит спокойно энергию любви, вообще без проблем. Девочка маленькая. Мальчика мама целует, она такая... Да? Замечали? Щёчки надувают, только терпит. Тяжело. Энергия любви для мужчин тяжело, он тяжело терпит. Эмоции женские тяжело. Мужчина, мальчик тяжело терпит. Девочки без проблем. Вот здесь у мужчин дырка, поэтому эмоционально надо аккуратнее с ним разговаривать. Иначе его перегрузит, начнёт орать. И вы скажете, ты чё орешь на меня вообще? Чё тебе сказал это? Чё орёт? Он перегрузился и орёт. Больно ему стал от эмоций. Теперь мужчины... Вот здесь центр знания называют, центр знания, центр разума. Мужчины здесь... У любого мужчины... Вот я просто... Мужчины здесь сидят, молчат просто, смиренно молчат на лекции. А так им тоже есть что сказать. Понимаете? Есть что сказать. Вот здесь у мужчины много силы. Понимаете? Вот здесь. То есть это энергия демагогии называется женщина. Вы знаете, о чём я говорю. Вот. И у женщины здесь дырка. То есть это не то, что у неё знания нет. У неё есть знания, но оно работает по-другому. Женщина впитывает в себя всё знание и потом следует ему. Как по инструкции. А мужчина, он продуцирует знания. Понимаете? Создаёт его. Поэтому мужчина начинает в жене читать демагогию. И когда он жене читает демагогию, у неё вот здесь вот сильно напрягается, так сильно напрягается, что она перестаёт соображать вообще, чего он хочет. Не достало уже, сколько можно. Она это уже говорит вообще. Да, женщина? И становится очень... Хочется ему сказать. Она ему сказала. Ему в сердце. Он больше демагогий. Больше демагогий. И сказать. И начинает скандал. Цепная реакция вот такая вот идёт. Он демагогий. Она ему сказать. Демагогию сказать. Всё. Он... Самбрак. Бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру. Стоп-бру. Цепная реакция. Потом посуда начинает лететь. Там всё, что под руку попадёт. Посуду, знаете, почему пьют? Это женщины не пьют посуду. Мужчины пьют посуду, которая нравится жене. А женщины пьют посуду, если муж её подарил на день рождения. Делается для того, чтобы сделать больно. Неосознанно. Причём поведение во время ссоры разное. Его не надо воспринимать как что-то серьёзное. Это просто выход из равновесия. Вот смотрите, мужчины, когда идёт ссора, они угрожают, делают угрозы. То есть, да я от тебя уйду, да ты на самом деле, я тебя никогда не... То есть, ну, как бы такие угрозы, какие-то решительные действия, шаги. Он показывает, что он будет что-то делать очень решительно и сильно сейчас. Так мужчина себя ведёт. Это понты. Понты – это рога олени. И когда олени соревнуются из-за самки, они сшибают себе рога вот эти вот. И это нужно для того, чтобы новые отрасли. Потому что у них вот сезонно это растёт, потом надо их сшибать, чтобы новые отрасли. Поэтому они понтятся, то есть, втыкаются рогами друг в друга. Мужчинам надо обязательно кидать понты. Иначе он не может жить нормально. Женщины поняли, если он угрожает, всё это, всё ерунда. Не слушайте. Теперь женщины что делают? Они говорят о чувствах своих. Например, она может сказать, я тебя никогда не любила, ты мне не нужен, и мы с тобой несоввестимы, мы с тобой разные люди. Это то же самое. Это просто месть. Для того, чтобы вам плохо стало, она говорит. Цель только такая. На самом деле, это всё не соответствует истине. Поэтому, когда люди ссорятся с семейными, не надо всё это воспринимать серьёзно, кто что там сказал. Это всё просто ерунда. Не имеет значения. Причём в это время человек искренне верит, что это правда. Но никакой правды в этом нет. Очень важно понять, что если ссора началась, значит, есть всего две причины. Первая. Вы не наполняетесь. И что? Ссора началась у меня с микрофона. Вот женщина, мужчина ещё сильнее действует. Итак, ссора началась. Значит, вы не наполняетесь природой от людей, от Бога. Вы не самодостаточный человек. Первая причина. И вторая. Дистанция у вас неправильная. Вы слишком сблизились с близким человеком. Когда люди слишком сближаются, ранимость повышается многократно. Слишком сблизился означает много ожиданий, много доверия близкому человеку, много как бы очень близких отношений. Это опасно. Близкие отношения всегда приводят к грубости, пошлости в отношениях, беспардонности. Люди, что хотят, то и говорят. То есть они контролируют себя. Нужно чуть подальше. Это нормально. С невежественными людьми надо вообще дистанцию больше держать. Со страстными дистанция покороче, с благостными ещё короче. Но дистанция в личной жизни всё равно должна быть. Надо близкому человеку давать своё пространство жизни обязательно. Потому что если нет этого пространства, человек начинает истощаться и уставать от отношений. Иногда хорошо даже спать раздельно. Потому что даже когда ты спишь, идёт как бы истощение. Люди это чувствуют. Они уже не могут друг с другом спать. Некоторые это расценивают как то, что типа мы не любим друг друга. Это неправильно. Просто истощение наступило. Надо немножко давать друг другу восстанавливаться. Друг от друга. Женщина восстанавливается через... Женщине нравится восстанавливаться через социум. То есть что нужно женщине в жизни? Некоторые женщины думают, что им нужно работать. Работа какая-то нужна. Женщине не работа нужна. Женщине нужно социальное служение. Она путает. Женщине нужна забота о ком-то. То есть ей не нужна работа, ей нужна забота. Она это воспринимает как специальность какую-то там. Это всё нужно, да. Но если говорить об отдыхе, почему женщина идёт на работу? Она хочет отдохнуть от семейной остановки, но устает от неё. И это самое лучшее делать, если есть какое-то социальное служение. Вот в древней культуре женщины не работали. Они совершали социальное служение. Что такое социальное служение? Это обучение детей в школе, лечение людей. Это уборка территорий, забота о пожилых людях, другие какие-то общественные мероприятия. То есть женщина в производстве не работала в древней культуре. Она занималась всем социальным обустройством общества. Это её было занятие. И так как она соткана из любви, ей это нравилось делать. Заботиться о людях, помогать, служить, кормить, готовить, допустим, в обществе, столовые какие-то общественные мероприятия. Помогать нищим, лечить, обучать, воспитывать. Всё это женская деятельность в обществе. Женщинам очень нравится, и они отдыхают в этой деятельности от своей семьи. Женщина истощается дома. Мужчина отдыхает на работе до дома, а впахивается на работе. А женщина отдыхает на работе, а устает дома. Женщина, когда дома, не отдыхает. Она домой приходит и сразу начинает что-то делать там. Правда? Не расслабляется там никогда. Потому что это поле деятельности для неё. Она там работает. Она устает поэтому от дома. Жить на работе же невозможно всегда, правда? Она устает дома. Поэтому ей нужно куда? Куда-то, где бы она отдохнула. Поэтому некоторые женщины говорят, Олегина, что я не домашняя такая, я не хочу дома сидеть, я уже не могу. Особенно это касается женщин, которые маленькие дети, и им просто хочется убежать просто. Потому что она истощена. Мужчина должна это понимать. Где женщина отдыхает? На разных лекциях, кружках, танцах. Там, допустим, что-то связанное с искусством, с познанием. Вот когда женщина что-то изучает, она ей нравится, она отдыхает там. Вот. Всякие фестивали, кружки, тренинги всякие. Работа также. Иногда женщины на работе отдыхают. То есть это то, что женщине нужно для того, чтобы она отдыхала. Приходила в себя от домашних дел. С подружками вообще и не отдых идет у женщин. Деликатности у вас есть какие-то вопросы? Вот как воспитывать близкого человека, как его менять? Ваш вопрос, да? Хорошо, сейчас вам расскажу. Я знаю. Не подробно, но знаю. Вот смотрите. Есть два типа рождения человека. Вообще душа, когда она находится в тонком теле, она следует просто своим желаниям. Есть два типа желания у человека во время воплощения. Первый тип желания. Человек хочет счастья, отдыха, любви, награды, чистоты, нежности, гармонии. Вот такие желания. Когда душа получает женское психическое тело, в этом теле очень много энергии любви и у малой энергии воли. Когда душа хочет жизни все поменять, хочет развития, хочет знания, хочет победы, хочет преодоления, изменения. Перемен требуют наши сердца. Понимаете? Тогда душа получает мужское тело. Женщина вообще не хочет никаких перемен. Она хочет стабильности. Ей хочется, чтобы все гармонично, стабильно было, нежно, красиво и гармонично, стабильно, нежно, красиво и по-доброму. Мужчина же хочет, чтобы все было, как он считает, нужным. Он хочет добиваться, менять, преодолевать, развивать и так далее. Поэтому у женщины, главная проблема у женщины в психике, это чувство дисгармонии и страх нестабильности. Чувство дисгармонии вызывает у них протест сердца. Поэтому она уборки постоянно дома делает, чтобы была гармония, чистота. И ощущение каких-то изменений, перемен вызывает у женщины в сердце страх, потому что она хочет стабильности и спокойствия и гармонии все время в жизни. Мужчина вызывает страх жуткий неприязнь, у мужчины вызывает несовершенство. Если он чувствует, что он не побеждает ситуацию, что он не преодолевает трудности, не добивается того, чего надо в жизни, это для него жуткое страдание. Очень важно знать разницу в рождении, и нельзя никогда завидовать другому, чужому рождению. Вот, допустим, как женщина завидует мужчине. Зависть женщины к мужчине идет через оценку его мнения. Вот, допустим, она ему говорит такие слова. А чего ты все время навязываешь свое мнение? Есть и другие мнения, не только такое, как у тебя. Что ты всегда пытаешься доказывать свое? Понимаете, это зависть к мужскому рождению. Вот когда родишься мужчиной, тоже будешь пытаться доказывать свое, отстаивать свое мнение, побеждать всех. Вот это просто так работает мужская природа. То есть, женщина должна дать возможности мужчине отстаивать свое мнение, потому что это его природа. Он должен быть ответственным, должен иметь мнение свое, должен его доказывать, отстаивать. Женщина не должна с ним в этом конкурировать. Это нечестно, неправильно. Теперь, как мужчина завидует женщине? Мужчина завидует женщине таким образом. Он говорит, ты чего на зарядку не встаешь? Чего ты боляешься целыми днями? Почему ты столько сладкого ешь? Почему ты ленивая такая? Почему на работу не хочешь ходить? Как я, допустим, работаю. Почему свои денежки не отдаешь, а я должен свои отдавать? Это зависть к женскому рождению. Зависть надо принять, просто терпеть, понять, что человек несовершенный. Надо просто, во-первых, женщине понять, что она женщина. Она имеет право на счастье, имеет право расслабиться, на сладкую пищу имеет право. Тогда она становится красивой и самодостаточной. Красивая женщина позволила себе быть женщиной. Она счастлива быть женщиной. Значает, она родилась для отдыха, не для работы. Не значит, что она обалдеет своими днями, валяется. Нет, она трудится от любви, она заботится обо всех. То есть она в труде тоже, но ей труд не волевые усилия вызывает, а любовь. То есть ей она вдохновилась, начинает все делать. Из любви это она все делает. И из совести, из любви, и из совести она работала. Мужчина трудится для того, чтобы победить судьбу. Для преодоления он это делает. Как понять женщину? Женщина хочет расслабления, счастья, покоя, комфорта, нежности, спокойных и добрых отношений. Мужчина хочет власти в семье, господства, влияния. Хочет, чтобы вы уважали как мудрого человека, как знающего, как главного, как единственного, неповторимого и так далее. И если вы как протестуете против желаний человека, вы протестуете против самих сути отношений. Ну то есть мужчина не может быть вторым. Он или умирает, или первый, понимаете. Это вообще взять всю природу, допустим. Все живые существа в мужском рождении так себя ведут. Петухи, олени, кто угодно. Они все или первый, или погиб. Одно из двух. Понимаете, да? Так устроено мужское начало само. И вы если в мужчине как бы пытаетесь ему доказать, что он не первый, тогда просто он считает, что вы его не любите. Теперь женщина как себя ведет. Она хочет себе внимания, ласки, комфорта. Она самая красивая, самая лучшая в семье. Не мужчина самый лучший в семье, а она самая лучшая в семье. Если вы считаете, что ты себя считаешь самая лучшая, что ли? Да, самая лучшая. Она женщина родилась, она самая лучшая. Все. И если ты думаешь, что это несправедливо, найди справедливость тогда. Вот ты, допустим, поссорился с женой, иди, найди, кто тебя защитит в этих отношениях. Дети будут на стороне жены, собачка будет на тебя гавкать, когда ты будешь с ней ругаться. Они не на нее. Родственники все, если они любят вашу семью, встанут на стороне жены, скажут, не ругайся с ней, оставь ее в покое. Правильно? Все защищают женщину. И даже если, как бы, вы хотите правды, то вы ее не найдете в отношениях женщины, потому что у женщины коллективное мышление. Она, вот вы, допустим, пойдете на свою жену жаловаться другу, да ему по барабану, что там жена твоя, послушайте, скажут, да что ты паришься, отстань от нее. А женщина пойдет другой женщине жаловаться на вас, они будут общаться об этом, рассуждать много, соберутся пятером, десятером. И потом это сплетни пойдут по всем друзьям. Друзья будут вам, что ты с женой вообще делаешь, что там происходит? Женщина, она все распространит информацию, таким образом женщина контролирует ситуацию в обществе. Во всех вопросах. Мужчина, он остается одиноким во всем. У мужчины есть только одна защита и собственная воля и храбрость внутренняя. И он просто терпит жену, детей, всех. Собачку даже, которая недовольна им, что она неправильно с его женой общается он. Разногласие означает неправильную дистанцию. Означает, что вы слишком много ждете друг от друга и слишком мало получаете силы от природы, от людей. Вот у вас, допустим, вы от природы нормально получаете, у вас истощение в людском факторе находится. С Богом хороший контакт, с природой хороший, с людьми не хватает подружек. Вы не насыщаетесь от людей, понимаете? Поэтому вы ждете от мужа, и от этого... А вот, я понял. Знаете, в Священном Писании по Гавадгите есть глава, есть две главы — «Божественные натуры» и «Демонические натуры». Там описано качество демонической натуры и качество божественной натуры. Я когда первый раз эту книгу прочитал по Гавадгиту, я читал «Божественные натуры», думаю, о, про меня написано. А «Демонические натуры» прочитал, о, а это про моего близкого человека. Но потом у меня поменялось мнение на это что-то. Так что вы подождите чуть-чуть. Хорошо. И у вас тоже поменяется всё. Сначала кажется, вот она демоническая натура на мужа. Потом, оказывается, всё не так. Когда человек развивается, он проходит стадии развития. Первая стадия. Человек, когда начинает развиваться, он думает про себя. Я благостный человек. Но они вообще вокруг, конечно, демонические вопросы. Вторая стадия развития. Я не просто благостный, а возвышенный человек. Третья стадия. Я мудрец. Четвёртая стадия. Я гордый человек. Следующая стадия. Я грешный человек. Следующая стадия развития человека. Я ничтожный человек. А все остальные очень хорошие. Понимаете? На какой вы стадии развития находитесь? Если постоянно улучшать, то я больше знала. А, теперь вы по-другому заговорили. Но вы меня другой вопрос задали совсем сначала. До демонических людей. Если думать, то оно, а что здесь не делается? Что? Если думать, то оно, что это делается? Что оно? Если человек, это не делается. Демонически. Почитайте поглубже Священное Писание. И вы на следующую стадию развития перейдёте. Высвеченный стадий? Ну, там везде говорится, что есть стадии вот эти. Сначала человек считает себя хорошим, потом возвышенным, потом святым, а потом обычным, потом грешным. Вы на какой стадии сейчас развиваете? Вы на какой стадии сейчас развиваете? Вопрос ведь не в том, что мы увлечаем, а кем мы считаем людей и себя. Вот если вы видите, что муж демонический, а я благостный, это стадия развития. Это хорошо. Никто же не против этого. Это нормально. Вы развиваетесь. Увидели в нём недостатки. Понимаете? Раньше меньше как бы вместе как бы в дерьме. Как бы и нормально было. Теперь вылезли и увидели кого-нибудь. О, как он у меня демон. Два года назад ещё были в дерьме вместе, а сейчас он уже демон. Всё нормально, не волнуйтесь. Идёт процесс развития. Когда люди встречаются, начинают. Ну, это маловероятно, что это будет. Потому что, когда люди встречаются, Бог их награждает. Понимаете? Вот точно так же, как рождается ребёнок маленький, женщина видит в нём душу. Она всё самое чистое, светлое в нём видит сразу. Понимаете? И это такое счастье. И на всю жизнь она запоминает так своего ребёнка. Точно так же парень с девушкой встречаются. Бог им открывает самые чистые и светлые друг к другу. Понимаете? Они видят очень много красоты, чистоты друг к другу сначала. И Бог это делает для того, чтобы показать, какой будет конечный результат. Если люди правильно друг с другом будут жить, они потом то же самое увидят в конце. Понимаете? Когда пройдут путь, кто же эту чистоту, красоту, всё это увидят со временем, потом. А посередине там немножко другое видение. А в начале только самое лучшее. В начале не самое лучшее, значит, самое лучшее было в прошлой жизни. А в этой вы уже, значит, не первый раз встретились и уже встречаетесь и сразу продолжаете то, что было до этого. Жрукаться сразу начинаете, потому что продолжение идёт в отношениях. Ещё делать жить. Жить. Можно и сделать иногда. Выбирайте. Смотрите, выбор такой. Если ты чувствуешь, что в одном направлении с человеком идёшь, значит, тот человек. Если он развивается, работает над собой. Выбор женщины и мужчины надо делать так. Послушайте меня. Женщину, чтобы выбрать, нужно посмотреть, насколько ты способен выполнить её желание. Это единственное, что нужно сделать. И насколько она развита, соответственно, насколько она интересуется возвышенными вещами. Мужчину, что когда выбираешь, надо посмотреть, насколько ты можешь справиться с его вредными привычками. И какой его путь в жизни. Вот мужчина или вверх летит, или вниз. У мужчин только есть два варианта. И те мужчины, которые вверх сильно пролетели, вам их не выбрать, потому что они уже все заняты. Конкурс 10 человек на место. Понимаете? Поэтому нужно мужчину поймать на самом старте. Вот он ещё как зачуханный весь такой, но он уже как бы возвышенные мысли у него, работает над собой. И вы думаете, господи, чего это такое досталось? Вы смотрите, вы там много развития его, возвышенные. Не надо так думать, это ошибка, иллюзия. Потому что мужчина быстро меняется. Главное, чтобы он пошёл вверх. Если он работает над собой, хочет менять себя, вот это то, что надо. То есть через 5-6 лет вы его не узнаете, он сильно поменяет, станет совсем другим человеком. И уже в это время, когда на него все будут смотреть, вы его уже заняли. Он уже занятый, понимаете? Вот это правильное мышление для женщины. Что касается мужчины, то нужно женщину выбирать, пообщаться с ней какое-то время и посмотреть, насколько ты способен переваривать её характер. Потому что у женщины самое главное – это характер. Если ты справляешься с её характером, значит, можно жить. Если нет, значит, очень тяжело будет. У мужчины главное – это направленность в жизни, а у женщины – характер. У каждой женщины характер очень сильный. У любой женщины характер сильный. Но вот сможешь ты с ним справляться или нет, это зависит от судьбы. Если ты видишь, что ты справляешься, ты перевариваешь её характер, значит, нормально. Если нет, значит, подумай. А как вы уличные выборы делаете, когда вы начинаете выбирать? Когда женщина слишком увлеклась выбором людей, да? Это признак того, что она не понимает. То есть, понимаете, у женщины всё самое лучшее снаружи психики, а у мужчины всё самое лучшее внутри. И поэтому женщина всегда в иллюзии находится по поводу себя. То есть, она смотрит на парней и думает, «О, да это вообще отстой, что такое мне Бог даёт?» Потому что у мужчин всё самое лучшее внутри. А женщина, она так смотрит, и думает, «Господи, какая хорошая!» Понимаете? И это означает женская красота. Вот женщина красивая, когда она сама себе нравится. Она красивая тогда. Сама себе не нравится некрасивая. Поэтому женщине надо видеть свою красоту по-любому. Иначе она не будет никому нравиться. А мужчина, он себе не нравится сам. Но он добивается, он пытается быть хорошим. И женщина, которая слишком долго выбирает, она остаётся одна. Потому что она теряет красоту со временем, а мужчина становится лучше со временем. И вот эта вилка, она не даёт потом возможности выйти замуж. Поэтому надо выбирать как-то поскромнее быть немножко, помудрее. Иначе опасно, можно одной остаться. Не может выйти замуж, это означает, она слабая. То есть есть женская сила. Это сила, как бы, женская сила, вот я сейчас подкажу, что это такое. Вот это то, что даёт возможность женщине выйти замуж. Женская сила, сила заботы. Звучит песня. И вот этой силой женщина просто сшибает с ног мужика. Потому что мужчина ничем не может этому противостоять. Когда он видит вот такое желание любить, служить, заботиться. Это и есть женская красота. И он, и всё, как бы. Есть два типа красоты у женщины. Есть внешняя красота, она вызывает половое желание, похоть. Он хочет её в постель затащить, там, но замуж не хочет брать. И второй вид красоты, вот это вот, который сейчас вы услышали. Эта красота у женщины вызывает. У мужчины желание взять замуж, рядом с собой держать. Мне такая нужна жена, всё. То есть у неё ответственность возникает. И она просто вот не развивается, видна, одинокая мечтательница. Много мечтает. Нет отношений с людьми, нет заботы людей, нет вот этой активной жизненной позиции женской. И поэтому не может выйти замуж. Потому что выйти замуж означает сбить кого-то с ног. Понимаете? То есть своей силой женской. Понятно? Всё пусть тренируется, развивает силу. Как только разобьёт, сразу же увидит результат. А как принять свои ошибки принятия? Как свои ошибки принять? Это груз судьбы. Груз судьбы. Очень трудно принять груз судьбы. Человек принимает, когда он становится духовно сильным. Когда много Бога в его жизни, много любви, весь груз он отступает. Ему становится легче жить. Потому что он очищает себя, делает себя сильным. И тогда груз судьбы отступает. По-другому никак не отступает. Вот здесь смотрите, как бы я сейчас вам объясню. Поймите, проблема не в том, что мы с кем-то расстались, а в том, что мы неправильно воспринимаем счастье. Это неправильно воспринимаете счастье. Живёт очень глубоко-глубоко-глубоко в сердце человека. И преодолеть его очень трудно-трудно-трудно. Понимаете, мы под счастьем воспринимаем вот эту влюблённость. Или вот это чувство, которое я испытывал когда-то, где-то к человеку. И даже если женщина вышла замуж, или мужчина женился, он постоянно вспоминает, они вспоминают это чувство постоянно, которое они испытывали когда-то, к какому-то человеку. Потому что они, каждый человек стремится к любви. И человек не понимает, что такое любовь. Очень трудно это понять. Потому что трудно понять, что любовь имеет не вот эту жгучую природу ожидания, что мне что-то будет придёт. Вот это вот, понимаете. А любовь — это чистота отношений, искренность, верность. И она имеет такую светлую, глубокую такую природу благодарности. Понимаете? И вот эта природа глубокой благодарности, она не вызывает вот это чувство памяти. Потому что мы её не знаем просто. Мы не добивались этой любви. Мы не чувствовали никогда её в жизни. Но когда человек её начинает чувствовать, ему вот это вот чувство, которое люди испытывают годами, ждут там, оно пропадает. Оно не нужно уже. И тогда ты не раскаиваешься, что не так сильно тебе плохо, что ты потеряла кого-то. Понимаете? Это просто незнание, что такое настоящая любовь. Всё. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 тоски, оно вызывает счастье только. И когда человек его испытал один раз в жизни, он его не может забыть. Он всегда чувствует и чувствует, чувствует и чувствует это чувство. И оно не становится для него мечтой, оно становится для него реальностью. Потому что настоящая любовь, она живет только в настоящем времени. А та любовь, которая является мечтой, она всегда вспоминается только и все. Даже человек, вот находится рядом с человеком, он влюблен, он все равно вспоминает его. Реальности в этом нет. Понимаете? Это как иллюзия такая. И мы вот к этой иллюзии все стремимся всю жизнь, хотим вот этой влюбленности. На самом деле она дается просто для создания семьи. Настоящая любовь, чистая, светлая, она людьми даже не изучена, они даже не знают, что это такое часто. это искреннее чувство, которое заставляет людьми и людей верными быть друг другу. Оно соткано Богом. И люди, когда для Бога живут вместе, они это чувство обретают. У вас тяжелая семейная карма, она перешла также на сегодняшнюю ситуацию в вашей жизни. Судьба пришла к вам, да? Назад вернулась судьба. Смотрите, хороший вопрос, да? Надо переехать. Вот судьба прибежала, а вы текаете от нее. Не, ну вы попробуйте. Возьмите ее, переедьте от родителей. А вы раз и удрали. Все, от судьбы смылись. Видите, я ее уговариваю смыться. Невозможно. Она не слышит меня. Говорит, не, я, Олег Иванович, смыться не могу. Это же родители. Вот, видите. То есть от судьбы не смоешься. Она приехала, и ничего не сделаешь. Понимаешь? Я просто для этого разговор этот затеял, чтобы вы поняли, что от нее никуда не денешься. Приехала судьба опять. Она жила отдельно, и было все хорошо. Что? Приехала. И что надо сделать? Принять, моя хорошая. Вдохнуть, выдохнуть. Что значит принять? Молиться, 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 молиться. И проглотить родителей. Принять раз и все. Слава Богу, что приехали. Понимаете? То есть молитва. Вот то, что вы чувствуете с родителями сейчас, это чувство означает нехватка энергии любви. И эта энергия берется от Бога, от добрых людей. От природы вы ее не возьмете, потому что природа дает здоровье. А вам нужны более высокие энергии. От людей, от Бога. Вы берете, берете, берете. И раз родители приехали, и слава Богу, приняли. То есть наполнились силой от природы, от Бога, от людей, от добрых. И приняли своих родителей. Вот что надо делать. Вам надо наполняться, а вы думаете, что мне с родителем делать? Да ничего вы с ними не сделаете, потому что они вас мучить будут. Если вы не наполнитесь, а наполнитесь, вам надо чуть-чуть подальше от них держаться, потому что они все равно мучить будут. Поэтому нужно как-то стараться расходоваться не так сильно. Потому что можете приблизиться сильно, дистанцию нету выбрать, и сгорите просто в отношениях. Потом с ума будете сходить. Так и было. Вот поэтому я говорю, наполняйтесь от Бога, ходите больше в храм, ходите к добрым людям, наполняйтесь, родители легче будут вытерпеть. И вспомните мой разговор, когда вам будет плохо, что уехать невозможно. Я же вас пытался, говорю, выезжайте, я вам прям наставление давал, а вы не слышите меня. Говорит, да какая лепинация, это родные родители, они ко мне приехали. Приехала судьба, примите. Как вам назад вы рассказывали о банке и хранителе Красноярска? Вечером тоже. Ну, я рассказывал, да. Какое время место обстоятельства, так сказать, и вообще ДТК? Чего? Ну, вообще, как это было? Ну, зачем? Как же политические характеристики? Знать, зачем вы все это знаете? Ну, вы уже в Казахове с Красноярска побывали. Ну, хорошо, я расскажу вам. Ну, это не все же поймут, понимаете, это сокровенные же знания. Это все вы сказали. Хорошо, я расскажу еще раз. Я первый раз ехал в Красноярск. Это было 6 лет назад. Из аэропорта в город я ехал. И я почувствовал какое-то влияние на себя. И я начал... Вот я, когда чувствую влияние, я пытаюсь понять, откуда идет. Я могу настроиться на это влияние и понять, откуда. Ну, и человека чувствую. Образ даже его начинаю воспринимать. И это влияние было очень необычным. Какая-то очень радостная такая сила была. Чистая радостная сила. И я настроился и увидел в небе над Красноярском, увидел женщину. Вот как величиной с город прямо. Огромное такое лицо. Красивое очень. Доброе такое. Добрый взгляд такой. Очень ласковый. Добрый такой. Мягкий очень. Заботливый такой. И она такая смотрела на меня. Такая радостная, что я приехал. Это вызвало у меня очень сильно такое... Я как бы увидев это, я как будто парализацию такую испытал. Не ожидал такую, что такая сила. Поэтому, когда мне говорят, что Красноярск плохой город. Здесь плохая экология, энергетика. Я, честно говоря, немножко в этот момент обескуражен обстанавливаюсь. Потому что я помню, вот личность, которая защищает этот город, она мне показала свой лик. Это первый раз в жизни у меня такой был. Мне никто до этого не видел. Ликов других защитников других городов. Ангелов-хранителей. Вот такая ситуация была. И не то, что это на мгновение, а достаточно долго я видел. Это держалось в видении долго, чтобы я мог оценить, что за личность, действительно ли это связано с городом и так далее. Такая была ситуация. Ну, где-то несколько минут видел это видение. Потом я помнил уже. Сейчас я до сих пор помню это лицо. Ну, чувства уже таких нет, потому что нет контакта такого, блин, оно уже часто не даёт мне возможности тебя убить. Ну, память осталась. На Байкале тоже я могу вам рассказать. Я там был и специально зашёл в воду, чтобы понять, что это за место. Я тоже в медитацию увидел, что в одном месте, на Байкале, прямо в самой глубине толщи воды находится ангел. Он очень чистый, светлый, который охраняет это озеро. И он делает его святым. Поэтому вода чистая и чистая атмосфера. Ну, и всё там очень чистое, красиво всё, чистое. И у этого ангела есть подчинение много очень сильных духов. И все они обладают огромным могуществом. И когда, допустим, кто-то на Байкале пытается портить жизнь, атмосферу, пытается экологию нарушать, то эти злые духи входят в хищных животных. И эти хищные животные начинают караулить этого человека и раздирают его. Поэтому там много смертельных случаев, связанных с нападением животных. Но именно местные старожилы, эти вот буряты, они считают, что это плохие люди. А хороших людей они не трогают. И они знают, что это злые духи входят в животных специально, чтобы наказать этого человека. То есть всё вот так и так они не понимают эту ситуацию. И они поклоняются озеру, считая его святым. И это правда. Я когда заходил в эту воду, я почувствовал, что это святое место. Я даже просто вот из рук начал пить воду такой чистоты. Я никогда в жизни не пил такую чистую воду. Что? Я там не был. Ну, много святых мест на земле. Чистых мест много. Город у вас очень хорошую энергетику имеет, добрую. Но если человек злится на город, то есть он злится на эту личность, которая его охраняет, он получает плохую судьбу здесь. Но это его выбор. То есть если он не уважает это всё, что он имеет, то значит тогда получишь страдания. Попробовать себя в другом месте вернуться. Можно очиниться? Это не то, что ты бросаешь мужа. Попробовала с другим мужиком и вернулась назад. Мы жители земли. Большого греха нет в том, что человек уезжает из своего города и живёт в другом месте. Большого греха нет. Но надо знать, что город, который человек имеет в жизни, это благословение. Особенно очень важно знать, что есть четыре направления в жизни, четыре стороны света. И очень важно знать, как правильно взаимодействовать с этими сторонами света, потому что они имеют силу судьбы. Это сокровенное знание, то, что я сейчас расскажу. Южное направление даёт человеку увеличение наслаждения в жизни. И увеличение страдания одновременно. Ну то есть как бы шкала эмоций возрастает. То есть человек едет на юг за наслаждением. И когда он едет туда просто покупаться летом, тогда в этом нет проблем. Но если человек переезжает на юг жить, то у него больше будет наслаждения в жизни и больше будет страдания. И в ведах говорится, что продолжительность жизни его также сокращается. Когда человек едет на север жить, то у него, наоборот, шкала всех эмоций уменьшается, и внутренняя жизнь увеличивается. Он более внутренним становится человеком. Ну, люди на юге, они все наружные. Они такие «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». А люди северные, они более внутренние и глубокие. Восточное направление увеличивает контакт с Богом и контакт с высшей истиной. На восток. Восточно уменьшает богатство человека. Западное направление увеличивает богатство и уменьшает контакт с Богом. Добрые и тёплые отношения также увеличиваются на восток, а на запад уменьшаются. Поэтому человеку следует подумать, стоит ли ему куда-то ехать. Потому что то место, на котором он живёт, там баланс для него. А? У каждого человека, где он родился, это центр мира. В каждом городе, так. Ощущения такие. У всех людей такие ощущения. Где бы я ни был, везде говорят, так у нас же центр. Так и есть. А почему, когда вы уезжаете, вы уезжаете, отношения налаживаются? Да, вот хороший вопрос. Почему, когда из дома уезжаешь, отношения налаживаются? Потому что у вас была слишком близкая дистанция. То есть, когда дистанция увеличивается, тогда отношения налаживаются. Всегда, когда отношения плохие, ты уезжаешь. Вот смотрите, хорошо, ещё раз объясню. Вот смотрите, вы под отношениями понимаете беседу. А отношения находятся в сердце. Вот если человек уезжает откуда-то, то беседа прекращается. Люди не могут беседовать. То есть, общение идёт там через переписку, через всякие мессенджеры. Вот. И это общение какое? Имеет поверхностную природу, неглубокую. Поэтому люди не травмируют друг друга. Отношения между людьми находятся глубоко в сердце. Запомните это. И для того, чтобы поменять отношения, нужна молитва. Три стадии изменения отношений. Первая – в своём сердце человек молится. Отношения к человеку очищают своему спокойно. По отношению к человеку становится. Вторая стадия – он молится, и потом легко с ним общаться, разговаривать. Третья стадия – изменения происходит уже внутри этого человека. Когда люди разъезжаются, то они не оскверняют отношения, если они испорчены. И поэтому они налаживаются. Но если вы даже не уезжаете, а начнёте молиться, то у вас они и так наладятся. Потому что отношения находятся в сердце. Исправлять их надо молитвой, а не словами. Бывает такая стадия отношений, что ты не исправишь словами вообще, потому что отношения накалены до предела. И поэтому разговаривать вообще не надо. Некоторые люди думают, я не разговариваю с человеком, значит, я предаю его. Нет. Надо понять, что нужна молитва в этом случае, а не беседа. Ну, то есть отношения могут налаживаться, потому что они не оскверняются. Вы уехали куда-то, откуда-то отношения лучше стали. А? Что? Ну, давайте микрофон, я не могу так общаться, мне нужно слышать человека. Внимание, когда меньше. Называется дистанция. Меньше внимания означает дистанция. Увеличение дистанции. Просто с кем? Вы не можете задать вопрос, понимаете? Поэтому я вас не понимаю. Что вы хотите? А, то есть у вас здесь недостаток мышков внимания? А когда вы приезжаете в другой город, в какой? В какой город? В какой конкретно город? В поезде. А, я понял, о чём вы. Сейчас я вам расскажу, почему в поезде больше на вас мы. В поезде. В поезде. И там, так как парни же знают местных девушек, они все, понятно, плохие. Но когда девушка приходит из соседнего двора, её же не знают парни. И она хорошая, понимаете? И есть ещё эффект неожиданности. Девушка, когда парень, допустим, незнакомый, она на него выбрасывает определённую дозу красоты сразу. Бьёт ему по башке красотой. И он такой, вау! Летящей походкой! Это эффект неожиданности, понимаете? Он сильно помогает женщинам знакомиться. То есть, поэтому женщинам хорошо знакомиться не там, где она находится, а где-то чуть в другом месте. На фестиваль съездила, на лекцию сходила. И эффект неожиданности. Крыл раз. И он такой, вау! Вот она! Понимаете? Потому что мужчина в женщине видит ангела. Видит чистоту такую, красоту. Вот это из-за этого всё происходит. Ну, в поезде тоже люди едут, они же чужие. Как бы, вау! А дома нет. Какой ангел? Моя хорошая, ну, где в ангелов-то видели? Это просто мечты. Вот мужчина мечтает о женщине, поэтому он находит где-то себе девушку и начинает её божествлять. Она для него ангел. Девушка тоже встретилась с парнем, с каким-то... Ну, во дворе, допустим, вы что, видите парней во дворе, что ли, у вас? Одни бомжи, правда? Вот. А в других дворах хорошие люди, понимаете? Вот. Я об этом и говорю. А? Что нетерпение? Мои хорошие, давайте с микрофоном. Я вас не слышу просто. Вы что-то мне доказываете, я сижу. Нетерпение к мужу? Стоп, 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 стоп. Поднимите руку женщины, у которых нет, вообще не бывает нетерпения к мужу. Вау! Ну-ка дайте ей микрофон. Вот той же девушке, дайте вон в красном. Просто мне интересно. Я только один вопрос ей задам, только один вопрос. Вот девушка в красном, вот-вот в красном, она с мужем сидит. Вот, только один вопрос. Сколько живете вместе? Много. Все понятно. Микрофончик забирайте все. Все еще впереди. Вы мне можете не верить, правильно. Сейчас я вам вопрос. Скажите, вы, если, например, льём уход, или как-то ухода, чай, просто там слой с него коси. А может, он его выпил? Как вы в этой ситуации? А вы его терпите? Молодец. Молодец. Все. Но не может он устает вот с работы и не может пока научиться по-другому отдыхать как-то. Вы же не мужчина. Вы не знаете, что мужчина, он не имеет так много энергии любви, которая расслабляет человека, как женщина. Поэтому мужчина, он пытается этой энергией как-то искусственно напитаться. Или он с помощью духовной практики это делает, или с помощью спиртного. Понимаете, женщина, она сама соткана из любви, поэтому ей выпивать не надо в целом. Принять вот такую ситуацию. Вот то же самое, что мужчине делать, когда кто кричит. Дайте ей микрофон. Чего вы начали кричать-то? Руки не поднимаете. Давайте микрофон. Я, наверное, слишком добрым стал, да? Дистанция сократилась. Надо увеличивать. У меня к вам один вопрос. Вопрос один у вас. Садитесь. Вот смотрите, где мне взять силу на вас? Вы же даже не можете вытерпеть, чтобы поднять ручку и спросить. Представляете, у вас какие желания сильные. Представляете? И вот это все на вашего мужа валится. Вы что, позавчера хотели-то от него? Чего скандал-то начался? Расскажите мне. А? Я помню. А я помню. Скандал-то был же позавчера? Нет, позавчера был сильный скандал. Вечером, второй полный дня. Знаете почему? Потому что вы что-то сильно хотели от него. Вспомнили? Всегда так. А? Всегда так. Чего ему осталось? Это чего? Изравляя своими желаниями? Конечно. Страдая. У меня есть что делать. Принять. Принять его. Что не может он с вами справиться. Вы сама с собой не можете справиться. Он тем более. Пока с собой справился, он по-моему. Никак не справитесь. Женское тело означает, возможно справиться с собой нет. Поэтому и замуж вышло, что сама не справляется. И на мужа все сваливаетесь. А он тоже не справляется. Выпивает. Как принять? Ну примите. А что делать? Понимаете, все люди живые. Нет, сил не хватает. У мужчин. Так и жить, развиваться. Постепенно вы разовьете. Все, он разовьется. От вас счастье будет больше идти. Его расслабят, перестанет пить. Будьте счастливы. Пора уже, да? Уже время заканчивать. Ну ладно. Все, мои хорошие. Давайте сейчас после лекции мы с вами поговорим. Я с цветочки раздам потом. Все сели прямо. Сейчас будем тренинг у нас будет. Все будем желать всем счастья. Нужно учиться побеждать судьбу. Для этого нужно слушать тех, кто молится. И вместе с ними, как они, повторять очень сильно. Настраиваться на этот звук. Постепенно судьба будет отступать. Судьба побеждается звуком, связанным с Богом, связанным с памятью о Боге. С этим звуком связь, когда наступает, судьба отступает плохая. Этим занимаюсь много лет, я вам точно говорю, так и есть. У меня были случаи, когда мы побеждали даже смерть. Человек с того света возвращался фактически. На искусственном дыхании лежал. Просто в молитву приходил себе. Много всяких случаев было. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. 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 Я желаю. Я желаю всем счастье. 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 Я желаю всем счастье.